мире. Однако, оказалось, что Лейлин намеревался действовать рационально, поэтому она ощущала удовлетворение. Перед отъездом она обняла Лейлина. Пока он с улыбкой на лице наблюдал за исчезающими силуэтами двух женщин, улыбка медленно сползала с его лица, заменяясь мрачным выражением. Маг утренней звезды, Серил. Он уже вырос в этом мире и в настоящее время он был намного опытнее обычного мага. Естественно, что он не осмелился подвергаться себя опасности из-за вспыхнувшей ярости. Так поступали только дураки. Когда пришло время скрыться, Лейлин не прочь был спрятаться под панцирем черепахи. Что касается его репутации, чести и тому подобного, из-за возникшей угрозы для его жизни, все это потеряло свое значение. Тем не менее, Лейлин все еще испытывал недовольство перед магом утренней звезды, который напал, не считаясь со своей репутацией. Если бы он заранее не озаботился и не предупредил наставника Гилберта, то несомненно погиб бы на том месте. Великий маг утренней звезды похож на звезду в небе, яркую и сияющую, парившую там вечность. Лейлин повернул голову в сторону Нифаса, когда на его лице всплыла насмешка. Однако, даже если она и звезда, в один прекрасный день она погаснет, как и охотник на демонов Серил. Я с нетерпением буду ждать момента, когда ты упадешь с неба. В своем сердце Лейлин уже решил, что как только его навыки превзойдут таковые охотника на демонов, он определенно предоставит судьбу Серила Матушки Смерти. Конечно, внешний Лейлин никак не раскрыл своих намерений. После предупреждения Кеши, Лейлин стал придерживаться низкого профиля и спрятался в своей башне. Он даже как можно реже начал появляться в штаб-квартире. С одной стороны, у него имелось множество экспериментов и задач. Но наибольшая причина заключалась в том, то ему не хватало материалов. Маги, что наиболее часто жаждали его появления, чернокнижницы вроде Фри. К счастью, он теперь стал магом паровой стадии и считался высокоуровневым магом в организации. Кроме того, внутри своей магической башни он равнялся магу на кристально стадии, поэтому никто не смел его обижать. Вдобавок, многие маги лишний раз задумывались и размышляли, стоило ли им оскорблять такого перспективного молодого человека, только ради каких-то материальных предметов, которые стоили гораздо меньше, чем потенциал Лейлина. Таким образом, его дни протекали относительно мирно. Конечно, все это стало возможным, потому что он тайно поручил Танаши приносить ему ресурсы. Если бы этот факт раскрылся, то последствия оказались бы очень плачевными. Возможно, к нему тут же пожаловал бы маг утренней звезды. Очевидно же, он надеялся как можно скорее продать все украденные предметы, но не допустить слежки за собой. В конце концов, кусочки его урожая являлись для него лишь капли в океане. Однако, если бы он продавал их слишком легко, то скорее всего он бы мог привлечь к себе слишком много внимания, а затем и подозрений. Вот почему весь этот процесс он пока отложил на задний план. Прождав год, Лейлин наконец получил возможность продать все оставшиеся у него останки высокоэнергетических существ по высокой цене путем ввода эксплуатации аукциона клана Ураборос. В конечном итоге все эти предметы выкупались Люцианом. Глава 444 Столетие разобравшись с хлопотными проблемами, Лейлин начал спокойно жить. Каждый день, помимо медитации и поглощения излучения костелами и постепенно взращивая свою родословную, все остальное время Лейлин пропадал в лаборатории. Он уже полностью расшифровал информацию о комбинациях родословных. Помимо этого, он иногда осматривал свои территории и наставлял Снупе. Лейлину было трудно найти подходящее мирное время. С течением времени, его сила постепенно возрастала и сильно радовала его. Прежде чем кто-либо об этом узнал, репутация Лейлина прочно закрепилась на его территории. Огромный замок Оникса возвышался на определенном участке земель, став центром власти посреди них. По прошествии нескольких лет, он оставил и свой след в истории. Помимо того факта, что он не разрушался, замок теперь обладал некой историей, которую могли накапливать только замки благородной знати. Единственным неизменным объектом посреди этих земель оставалась возвышающаяся к небу магическая башня, свечение которой, казалось, никогда не угасало. Внутри башни Лейлин полуобнаженным лежал на большом экспериментальном столе. Несколько механических рук держали над ним хрустальный шар, из которых испускались кроваво-красные лучи, падающие на его тело. Лейлин лежал, закрыв глаза, словно пытался что-то почувствовать. Если бы кто-нибудь присмотрелся к поверхности хрустального шара, то смутно смог бы разглядеть молочно-белую кость, парившую посреди хрустального шара, из которого испускалось таинственное свечение. Весь процесс длился всего два часа, прежде чем механические руки вернулись в свои пазы, из-за чего Лейлин открыл глаза. Однако, открыв глаза, его зрачки оставались янтарными, из которых до сих пор излучался зловещий блеск. В момент, когда он открыл свои глаза, инструменты перед ним покрылись пепельно-серым цветом и превратились в камень. Лейлин опустил голову и погрузился в глубокие раздумья. Сила моей родословной слишком обширна, это может стать проблемой. Когда он снова поднял голову, янтарный свет в его глазах померк, а на их месте возникла пара темно-черных зрачков. Зашелестела желтая кожа, когда Лейлин разрывал ее и отбрасывал в сторону. У этой кожи все еще оставались следы и влага, оставленные после чешуек. Лейлин продолжал отрывать свою мертвую кожу, словно линял подобно змее. Это уже третий раз, когда я линяю. Лейлин беспомощно смотрел на оторванную от его тела кожу. Продвижение чернокнижников осуществлялось путем медитации и преобразования своего тела, постепенно становясь древним существом. Можно сказать, что чем выше поднимался чернокнижник, тем меньше в нем оставалось человеческого. То же самое и относилось к чернокнижникам клана Ураборос. Поскольку родословная Лейлина принадлежала к великой кимоинской змее, естественно, что он иногда линял во время своего роста. Однако, оказавшись под излучением костилами, процесс линяния значительно ускорялся. Дух башни, подготовь для меня теплую ванну. Приказал Лейлину духу башни. Прежде чем он добрался до специально предназначенной для купания комнаты, в ней уже стояла подготовленная горячая ванна. Энергетические частицы водного элемента сконденсировались в чистую жидкость и были чрезвычайно удобны для купания тел чернокнижников. Лейлин с удовольствием опустился в бассейн с горячей водой из черного мрамора. Когда он осматривал свою светлую и гладкую кожу, то прикрыл глаза. Каждый раз, когда он линял, его сила значительно увеличивалась. Скорость ее увеличения в последнее время действительно ужасала. Лейлин посмотрел на свою ладонь. Кто бы мог подумать, что в такой тонкой руке может содержаться такая грозная сила. Как же быстро летит время. Такая неторопливая жизнь продолжается уже целое столетие, размышлял про себя Лейлин. В действительности прошло уже сто лет после его экспедиции в запретные земли. Такого периода достаточно, чтобы семья обычных людей пережила от четыре до пять поколений, но Лейлин лишь немного повзрослел. Учитывая его продолжительность жизни, высокорангового чернокнижника, он, как поговаривали многие, все еще находился в подростковом возрасте. В прошлом столетии Лейлин не привлекал к себе очень много внимания и не сильно выделялся, погрузившись в свои исследования и организовывая связь между своими знаниями, а также базой данных на центральном континенте. Он даже постиг пределы понимания в некоторых областях, и Чип даже несколько раз обновил данные о его характеристиках. Лейлин фольер, чернокнижник три ранга, водная стадия, родословная, великая кимоинская змея, сила, 30, ловкость, 30, живучесть, 45, 5, духовная сила, 315, 6, магическая сила, 315, магическая сила синхронизирована с духовной силой. Благодаря созреванию его родословной, даже не пользуясь зельями для увеличения духовной силы, сила Лейлина постепенно возрастала с каждым днем, вплоть до того момента, когда он достиг минимальных требований для сжатия своей духовной силы до водного состояния. 20 лет назад Лейлин использовал Холловский камень и заклинание водной стадии, чтобы окончательно сконденсировать свою духовную силу и прорваться к водной стадии. Существовали более выявленные достоинства от созревания его родословной. Его сила и ловкость, которые в течение длительного периода времени стояли на месте, экспоненциально выросли, в то время как его живучесть даже и не думала прекращать свой рост. Как только сила и ловкость достигли отметки в 30 единиц, Лейлин понял, что даже его родословная Великая Кимоинская змея не может в определенной степени увеличивать их. Вероятно, теперь они достигли своего предела. Точно по такому же принципу его живучесть увеличилась до определенного предела. Казалось, будто ее рост сам по себе замедлился. Лейлин сжал кулаки, ощущая всплеск внутренней силы, простое излучение от костилами и позволило мне приобрести столько преимуществ. Пробормотал он про себя, ощущая, как увеличилась его сила после линяния, а также как его кровь закипела от бурлящей внутреннего силы. Снаружи ванной комнаты послышалось два приятных голоса, звучавшие подобно оркестру. Учитель, пора обедать. Лейлин улыбнулся и вышел из ванной комнаты. Две девочки-подростка в форме горничных стояли на коленях по обе стороны снаружи комнаты. Они не смущались, видя полностью обнаженное тело Лейлина. С помощью белого полотенца они вытирали и высушивали его, а также надевали на него новую свободную одежду. Было очевидно, что от тел двух девушек излучались энергетические волны магов один ранга, а также то, что они содержали в себе некоторое обаяние. В действительности они также оказались чернокнижницами. Хотя они достигли лишь один ранга и в их крови не текла чистая родословная, многие молодые люди проходя мимо них невольно поворачивались в их сторону. Они стали чернокнижницами под руководством Лейлина. Обе девушки на самом деле являлись друг другу сестрами, родившимися в одной семье чернокнижников, в чьих жилах текла кровь гибельного змея Манкистры. Из-за ограничений их родословной их статус в клане урабораз был очень низким. Как только Лейлина публиковал новость о поиске рабынь, их семья тут же послала двух сестер, чтобы они прислуживали ему в его башне. Магическая башня хранила в себе множество опасностей. Даже внутри простых помещений просачивалось сильное излучение, поэтому обычные люди не могли жить внутри нее. Только маги подходили под требования и могли жить внутри нее. Лейлин, естественно, открыл двери магической башни для некоторых послушников и подчиненных. Несмотря на то, что он предоставил им доступ только к жилым помещениям и нескольким лабораториям, этого было более чем достаточно, чтобы обрадовать их до слез. Наставник в обеденном зале Лейлин встретил Снупи. Этот ребенок уже продвинулся и стал чернокнижником дворанга. Наряду с его родословной черного хоральского змея и других его страшных особенностей, он совершил большой подвиг. Им-им-им. Лейлин слегка кивнул и сел на место главы стола, а две сестры-близняшки тут же подали ему вкусную еду. Как происходит очистка библиотеки? Спросил Лейлину Снупи во время еды. Во время организации и притока книг в библиотеку Лейлин заметил страсть Снупи к ним и поэтому попросту передал полномочия по организации пространства библиотеки. Все хорошо. Только в области в три происходит какое-то разложение, но я уже попросил духа башни изолировать и разобраться с ним. Смиренно ответил Снупи. Кроме того, пленники, запертые в экспериментальных районах, стали более раздражительными, а уровень потребления энергии в комнатах ограничений вырос на 1,9%. Следующий отчет привлек внимание Лейлина. После ужина он отправился в подвал башни. Бум. Как только он спустился, громкий шум заставил его нахмуриться. Он спустился ниже и остановился снаружи комнаты ограничений. Через большое и прочное стекло он смотрел на большого красноглазого кабольда. Из его рта на пол падало большое количество слюны, поскольку он неоднократно пытался пробить стеклянную стену. Каждый раз, когда он пытался пробиться, плотный синий электрический ток выстреливал в тело кабольда, сжигая его красновато-бежевую чешуйчатую кожу, а места удара обугливались и покрывались черным цветом. Лейлин нахмурился и воскликнул, выведя информацию. Дух башни спроецировал перед ним экран. На нем выскакивали плотно упакованные данные и цифры из журнала наблюдений. На восьмой день после эксперимента по усилению родословной, появились признаки истерии. Потирал свой подбородок Лейлин. Этот кабольд больше не представляет ценности. Убей его и перенеси его труп в комнату для вскрытия. Разрешение получено. Избавляюсь от кабольда. Безэмоционально ответил дух башни. В конце концов, он был запрограммирован, чтобы в первую очередь выполнять приказы Лейлина. Свист. Черный свет пронесся по потолку и кабольд тут же упал на землю. В мгновение ока, кабольд, который уже вот-вот должен был продвинуться к три рангу, умер и не мог больше сопротивляться. Затем стекло исчезло, а несколько адамантовых марионеток на носилках вынесли безжизненную тушу кабольда. Глава 445. Стремительность и сила увидев, что произошло с их сородичем, кабольды в клетке собрались вместе, боясь демонической власти Лейлина. Ошущая страх в их глазах, Лейлин кивнул. Остальные эксперименты продолжаются согласно планам. Страх подразумевал за собой здравомыслие, а это означало, что они все еще стараются остаться в живых. Естественно, что эти кабольды оказались здесь благодаря усилиям Танаши. Получив приказ Лейлина, она не только собрала большое количество их крови, но даже взяла нескольких в плен и отправила подарок Лейлину. В разгар работы экспериментов по совмещению родословных зыбучих песков, Лейлин с радостью принял от нее подарки и использовал их в своих исследованиях. Прямо сейчас результаты довольно сильно радовали его. Лейлин наглядел остальных, связанных кабольдов. Их главарь оказался в высоту более двух метров, с выпуклыми мышцами, покрытыми толстым слоем чешуи. Рог на его голове также выглядел толстым и громоздким. «Я не ожидал, что слухи касательно кабольдов и текучей в их жилах родословной окажутся правдивыми», — думал Лейлин, доставая из мешка колбу с золотой кровью. От колбы с кровью распространялась мощная аура. Даже испугавшиеся кабольды, от страха забившиеся в угол, подняли головы и единогласно уставились на колбу с жидкостью в руках Лейлина, а их глаза наполнились желанием квинтэссенции родословной древнего красного дракона. Задыхаясь, произнес Лейлин, если он будет готов отказаться от этой древней родословной и использует высокоранговую технику медитации мистической силы короля драконов, полученной им в подземном мире, он мог в мгновение ока превратить одного из этих кабольдов в первое поколение чернокнижника, обладающего древней драконией родословной. Но прежде чем он закончит с исследованиями различных методов ограничений, осуществление замысла приравнялось бы к тому, что он попросту создаст для себя проблему, чего сейчас ему совсем не требовалось. Даже несмотря на тот факт, что его родословная уже повзрослела, эксперименты древней организации зыбучих песков действительно вдохновляли его. Например, одной из интересующей его областей оказалось воспламенение другой родословной для укрепления собственной. Он все время обращался к этой области и проводил свои исследования. Подтвердив, что весь шум поднимался только нынче мертвым безумным кобальдом, Лейлин покинул комнату ограничений. После процесса линяния он срочно нуждался в контроле над своими вновь увеличившимися силами. Экспериментальная область магической башни строилась из особо прочных сплавов и имела удобный интерфейс для ведения записей и наблюдения о целях тестирования. Сила и прочность стен стала достаточно высокой, чтобы выдержать любое заклинание три ранга и ниже. Начнем с врожденного заклинания один ранга – чешуя Кимоина. Все тело Лейлина вскоре покрылось изысканными черными чешуйками, но на этот раз немного отличающиеся от прошлых. На поверхности каждой чешуйки теперь имелись декоративные узоры, которые в итоге формировали какой-то символ. Поверх чешуи также образовался новый мембранный слой, став второй защитой Лейлина. В этом и заключалось преимущество врожденного заклинания. Когда маг достигал определенной силы, врожденное заклинание улучшалось и становилось сильнее, отражая силу и эффекты более сильного заклинания. То же самое касалось и у наследованных из родословной заклинаний чернокнижников. Чем сильнее становилось родословное, тем сильнее повышалась мощь врожденных заклинаний. Начиная у тестирования, отметил паривший рядом с Лейлином дух башни. С тех пор, как у Лейлина появился дух башни, он передал основные задачи Рей Чипа именно духу башни. Вычислительные способности Рей Чипа Лейлин использовал для более сложных задач. Возникли ослепительные элементальные лучи. Многочисленные элементальные частицы собирались и преобразовывались в воздухе, готовясь к атаке. Тест начался с обычных огненных, земных, водных элементальных атак. Затем последовали особые атаки светлыми и темными элементальными частицами, за которыми следовали различные объединенные заклинания. Молния, град, лезвие ветра и огненные шары. Все летело в сторону тела Лейлина, а их сила неуклонно росла. Жужжание. Черное сияние хлынуло от чешуики Моина и сформировало слой защиты вокруг тела Лейлина, который отражал все атаки. Яростные элементальные частицы начали на протяжении 10 минут не переставая атаковать Лейлина. Спустя 10 минут голос духа башни прозвучал вновь, испытание на сопротивление завершено. Начинаю тестировать физическую защиту. Атакующие заклинания исчезли, а земля задрожала и раскололась, образовав трещину. Из трещины полезли адамантовые марионетки, вооруженные огромными стальными мечами, топорами, тяжелыми молотами и другим тяжелым оружием. Все они устремились к Лейлину и начали атаковать его. В следующие полчаса слышался лишь непрекращающийся грохот. Дух башни взмахнул своими невидимыми крыльями и подлетев к Лейлину сообщил, испытание обороноспособности чешуя Кимоина завершено. Затем перед Лейлином появился отчет. Врожденное заклинание 1 ранга чешуя Кимоина, продвинуто до 3 ранга. Сопротивление заклинанием. 100. Физическая защита. 175. С таким сопротивлением я в основном не восприимчив к заклинаниям 2 ранга, с удовлетворением кивнул Лейлин. Затем Лейлин провел испытание окоокаменения и ядовитой желчи. После испытаний окоокаменения достигло пика силы заклинания 2 ранга. С другой стороны, ужасающая мощь заклинания ядовитой желчи прорвалась через барьер и достигла 3 ранга. Взросление родословной принесло мне очень много пользы. Довольным тоном произнес Лейлин, удовлетворившись результатами. Заклинания обычного чернокнижника зависели от собственной родословной, которая подталкивала их продвижение к следующему рангу. Лейлин в прошлом продвигался слишком быстро, а его родословная Великая Кимоинская змея не могла идти в ногу с его силой. Все это привело к отсутствию улучшения силы его врожденных заклинаний 1 и 2 рангов. А теперь он наконец догнал остальных чернокнижников, прогрессирующих на протяжении многих лет. Сейчас сила его врожденных заклинаний, наконец догнала таковую обычных чернокнижников, если не превысила их. Испытав некоторые из своих врожденных заклинаний, Лейлин молча спросил, и Чип, как прошла симуляция. Генерация заклинания 3 ранга. 98-9% отчет и Чипа обрадовал Лейлина, оно почти закончено. При нынешних темпах прогресса, мне требуется еще немного времени, чтобы полностью закончить его. Хотя модели заклинаний 3 ранга очень ценились, Лейлин наложил свои руки уже на несколько. Когда он вспоминал свои предыдущие битвы, он уже понял повторяющуюся из раза в раз свою проблему. Хотя у него имелось много трюков в рукаве, большинство его битв зависело от комбинации зелий и меча Метеора, которыми он и побеждал своих противников. Возможно все и казалось таким простым, но если бы его оппонент превзошел какой-либо из этих факторов, то Лейлин столкнулся бы с большими проблемами. Проще говоря у него не имелось хорошего убийственного движения. Такая стратегия могла опираться на мощное демоническое оружие, мощное заклинание или смертельное зелье. Однако Лейлин понимал, что у него не имелось такой вещи. Никто не мог вот так просто изготовить демоническое оружие. То же самое и касалось смертельного зелья. Они требовали не только материальных затрат, но существовали также и другие ограничения. Поэтому, после долгих обсуждений он поставил И. Чипу задачу разработать специально для него мощное заклинание. Чтобы довести этот вопрос до конца, Лейлин уделил ему все свое внимание, а также отложил все остальные задачи на задний план. У него также имелся дух башни, который разделял бремя И. Чипа. Он хотел максимизировать вычислительные возможности и чипа. Поэтому процесс разработки заклинания проходил гладко. Судя, по последней оценке, это заклинание как минимум будет обладать силой в 300 единиц. Обычный маг кристальной стадии не осмелится недооценивать меня, а оно даже будет достаточно полезным, чтобы нанести вред магам Утренней Звезды. Мрачно размышлял Лейлин. Во время своей последней экспедиции он оскорбил мага Утренней Звезды, охотника на демонов Серила. Хотя Серил и не объявлял о своих намерениях, имелось множество магов три ранга, желающих заполучить хорошие отношения со стороны Серила, но среди них имелось много магов на водной и кристальной стадиях. Поэтому, оказавшись под таким давлением, Лейлин на долгое время изолировал себя от внешнего мира и спокойно увеличивал свои силы внутри своей башни, намереваясь выйти только тогда, когда посчитает нужным. Каждый раз, когда его территорию пересекало несколько невежественных нарушителей, они тут же попадали в ловушки и доставлялись к Лейлину. Благодаря усилению своей магической башни, Лейлин становился равен по силам другим магам на кристальной стадии. Поэтому он с легкостью побеждал других магов-преступников, гибель которых на немного поднимала его репутацию. Со временем, все меньше и меньше магов пыталось сравнять с ним счеты. Кроме того, имея возможность устанавливать происхождение заклинаний, уверенность Лейлина постепенно поднималась. Опираясь на эти козыря, он мог наравне сражаться против магов на кристальной стадии, не полагаясь на поддержку башни. Он почувствовал, что настало время. По правде говоря, Лейлину крайне трудно дались последние сто лет, поскольку он практически все время просидел в заперти. Боюсь, что до этого мне все равно придется посетить клан Ураборос, чтобы поглядеть, может появилось что-то выгодное. Черт, астральный камень. Задумавшись, Лейлин вздохнул. Как правило, когда маг достигал водной стадии и у него имелась собственная магическая башня, они могли проводить собственные основные эксперименты над астральными вратами. К сожалению, Лейлин не предпринимал никаких действий в этой области. Ключевой момент заключался в отсутствии у него астрального камня. Астральный камень являлся основным материалом, необходимым для строительства астральных врат, а также ресурсом, которым обладали только маги утренней звезды. Они редко выставляли их на продажу, обменивая только на равноценные, ценные и редкие предметы. На данный момент у Лейлина не имелось связей, чтобы провести такой обмен. На самом деле, Лейлин даже не мог решиться на обмен такими предметами. Это произошло не потому, что у него не имелось других соблазнительных сокровищ, но многие из предметов, которыми он обладал, не стоило раскрывать другим. Например, квинтэссенции родословной древнего красного дракона и некоторые предметы из гнезда кровавых стервятников. Он мог бы с легкостью обменять любой из этих предметов на астральные камни. Тем не менее, он мог также и с их помощью привлечь к себе ненужное внимание от других магов утренней звезды. Лейлину и так хватало хлопот с охотником на демонов, поэтому он больше не хотел никакого подобного внимания. С другой стороны, Кеша тайно общалась с Лейлином и сообщила ему и местонахождение астральных камней. Он получил информацию, которую с нетерпением ждал. Глава 446. Аукцион Лазурной горы. Сестра Кешаты стала еще красивее. В пределах штаб-квартиры клана Ураборос как обычно суетилось множество чернокнижников и которые сновали туда-сюда. Под гигантской статуей великой кимоинской змеи Лейлин тут же узнал Кешу. Он подошел к ней и, улыбнувшись, крепко обнял, а его обе руки нагло тискали ее тело. Ладно, ладно, мы стоим на дороге, давай поговорим, когда вернемся обратно. Ладно, ты меня подловила. Ха-ха. Видя сестру, которая неоднократно заставляла его уступать, Лейлин не смог удержаться и рассмеялся вслух. Однако на лице у него оставалась самодовольная улыбка. Восстановив исследования зыбучих песков о родословных, знания Лейлина в этой области значительно продвинулись, достигнув высшей степени тех знаний, хранившихся на центральном континенте. Под его контролем, а также помощью Эйчипа, он уже давно разработал особые заклинания, способные защитить утечку малейшей частички его родословной другому человеку. После многочисленных живых испытаний с Кешей, у этой женщины не оставалось другого выбора, кроме как признать, что даже если все чернокнижницы клана Ураборос воспользуются любыми своими методами, то ни одна из них не сможет заполучить семя Лейлина. Лейлин, который избавился от этой проблемы, теперь наслаждался жизнью без каких-либо опасений. Тем не менее, внутри Кеша и других женщин росло нетерпение по отношению к нему. На розовом хлопковом одеяле виднелись следы их любовных игр, так как специфический аромат заполонил всю комнату. Лейлин поднял торс, обнажив свои твердые, но гладкие мышцы. Он наполовину облокачивался на диван, слушая рассказ Кеши. Кеша выглядела более несчастной, на ее теле имелись некоторые шрамы, но судя по ее выражению лица, она была удовлетворена. Хлопчатая одежда не могла скрыть тонких черт ее тела, но она даже больше разоблачала, чем скрывала. Несмотря на свой жалкий вид, в этом заключалась любая детская игра любой женщины-мага. Такие рубцы могли рассматриваться только в качестве интенсивной игры, поскольку маги могли избавиться от подобных травм в течение нескольких дней. Например, в настоящее время Кеша дышала размеренно и спокойно. Лейлин, скорость с которой ты развиваешься, позволяет сказать, что сейчас ты один из уникальнейших талантов клана Ураборос. Только Робин может превзойти тебя. Подняв серьезный вопрос, Лейлин снял с лица джентльменскую маску и внимательно слушал Кешу. Успехи брата Робина объясняются его подготовкой, как меня можно сравнивать с ним. Лейлин покачал головой налезть Кеши. Он очень быстро продвинулся к водной стадии, а подобное известие должно было создать большой переполох в клане Ураборос. В конце концов, только выдающийся талант мог так быстро развиваться. Но Робин украл его славу. В тот самый момент, когда новости распространились о том, что Лейлин достиг водной стадии, Робин прорвался к кристальной стадии. Маги на водной стадии нередко встречались на центральном континенте, но с магами на кристальной стадии картина кардинально переворачивалась. Будь то их личные способности или трудности прорыва, эти два уровня не стояли на одной платформе, если сравнивать их с точки зрения мощи. Естественно, внимание Лейлина было украдено Робином. Глубоко в своем сердце Лейлин немного радовался, что Робин привлек к себе все внимание. Он всегда любил пожинать плоды, находясь в тени и не любил ими хвастать. В то же самое время он вспомнил о странном символе на лбу Робина. Казалось, что прорыв Робина тесно связывался с выгодой, полученной внутри измерения замка зыбучих песков. Герцог Гилберт, похоже, знал о некоторых сведениях, но, конечно же, ничего не рассказывал Лейлину. Поэтому Лейлин мог только догадываться. Вы оба извращенцы, мрачно воскликнула Кеша, словно сильно негодовала. Лейлин и Робин, очевидно, многое выиграли во время их поездки, но только она ушла с пустыми руками. Она даже потеряла многих сильных членов своего клана. Хуже всего было то, что когда их преследовали маги-преступники, вся ответственность лежала на них троих. Лейлин пододвинулся к ней и обнял своими руками ее тонкую талию и начал успокаивать. Ладно уже. Прошло уже более ста лет, те люди, должно быть, уже потеряли терпение. Некоторое время спустя Лейлин наконец задал вопрос о главной цели этого путешествия. Кстати, ты ранее упомянула об астральном камне. Что с ним? Он всегда четко разграничивал удовольствие и работу. Конечно же, Кеша понимала, что ее отношения с этим молодым магом всего лишь являлись незначительным звеном и только переплетение выгод позволили ей связать его с боевой колесницей ее семьи, по крайней мере заставив встать на ее сторону. Поэтому она поспешно рассказала ему обо всем. Аукцион Лейлин нахмурился, услышав об этой новости. Да, Кеша не отталкивала игривые руки Лейлина, а только впилась в него взглядом. Аукцион организован магом утренней звезды в городе Лазурной горы. Как будто осознав, что Лейлин ее не понял, Кеша снова подробно объяснила ему о географии Центрального континента. Оказалось, что как только маги входили в область утренней звезды, обычные материалы и ресурсы больше не могли удовлетворять их потребности. Магам утренней звезды всегда требовали предметы, обладающие особым назначением в древние времена, и особенно те, которые считались давно-давно утеряны. Очевидно же, что такие сокровища нельзя было приобрести за магические кристаллы. Таким образом, организация торговли путем бартера или личного обмена получила широкое распространение. Основателем города Лазурной горы, королем Лазурной горы, считался нейтральный маг утренней звезды. Его клан контролировал почти половину аукционов, проводимых в том регионе. Каждые 10 или около того лет, в штаб-квартире города Лазурной горы состоялся торжественный аукцион. Когда приходило время, на нем выставлялось множество редких сокровищ, привлекающих многочисленных магов. И в тени такого аукциона король Лазурной горы организовал приватное масштабное собрание по обмену редчайших предметов. Эта тайная встреча имела ряд суровых требований для участников. Обычный маг три ранга не обладал квалификацией для участия, и даже маги утренней звезды собирались со всех сторон центрального континента, чтобы взглянуть, смогут ли они приобрести для себя что-либо ценное. Следующий аукцион Лазурной горы начнется в ближайшее время. Я получила информацию о том, что его посетит человек, желающий продать астральный камень размером с кулак. Кеша тут же объяснила всю соль ситуации. Кроме того, Лилин, даже если ты вернешься с аукциона с пустыми руками, ты все равно можешь попробовать испытать удачу на той тайной встрече. Поскольку его посетят столько высокоранговых магов, велика вероятность, что у кого-либо из них окажется астральный камень под рукой. Конечно же, если у тебя окажется что-нибудь способное заинтересовать тех магов. Когда начнется тайное собрание? Как я могу получить право на вход? Какие существуют ограничения? Очевидно, что рассказ Кеша сильно заинтересовал Лилина. И он на самом деле накопил большое количество предметов, которые намеревался обменять на магические кристаллы и другие редкие материалы. Тайное собрание начнется после окончания аукциона. Пока ты будешь находиться в пределах границ Лазурной горы, туда будут приглашены все высокоранговые маги, отвечающие требованиям. Кроме того, будь уверен, вся тайная встреча будет проводиться анонимно. Уважаемый Лазурный король горы всегда поручается, что в будущем ни один из участников не будет испытывать из-за этого проблем. Слово нейтрального мага утренней звезды имело определенную цену на центральном континенте, поэтому Лилин успокоился. Казалось, что озадачивающие его материалы могли с большой вероятностью заинтересовать магов в городе Лазурной горы. Более того, так долго соблюдав низкий профиль и живя в уединении, настало время немного побродить. Лилин, оказавшийся в приподнятом настроении, снова потянул на себя Кешу, намереваясь снова предаться любовным играм с ней. Маркиз Лилин. Добрый день, Маркиз Лилин. По дороге в штаб-квартиру Лилин с улыбкой приветствовал всех магов, встречающихся ему на пути. Время от времени он кивал в ответ, а к нему приставали некоторые низкоуровневые маги. В данный момент он считался немного известным среди всех чернокнижников клана Ураборос. Напротив, то, что он являлся учеником Гилберта и обладал талантом, достигнув водной стадии, не являлась главной причиной его нынешней славы. Главная причина заключалась в том, что он смог разработать технику, которая не позволяла ни одной чернокнижнице изъять его семя. С тех пор, как он провел подобные тесты с Кешей и Мирандой, сумасшедшие чернокнижницы стали редко его беспокоить. Если они хотели только получить удовольствие, то в их кланах имелось множество мальчиков для игр. У них имелись все виды самцов-рабов, грубых, слабых, а также нежных. Им не стоило ради этого беспокоить Лилина. Кроме того, к Лилину приезжало множество чернокнижников, предлагающих ему множество подарков, чтобы заполучить результаты его исследований. Но несомненно, все они отвергались Лилинам. Простого оскорбления членов клана Ураборос заставило Лилина стараться избегать их в будущем, не говоря уже о возможности обнародования своих результатов исследований. Сейчас он мог использовать это заклинание на себе, но как только он распространит о нем исследования, то спровоцирует всех чернокнижниц. Лилин не был настолько глуп. Издалека Лилин заметил знакомую фигуру и поднявшись, поприветствовал. Добрый день, мисс Миранда. Это же Лилин. Ха-ха, до сегодня отличная погодка. О, я только вспомнила, что меня ждет некоторый эксперимент. Пожалуйста, извини меня, но мне нужно отлучиться. Миранда небрежно рассмеялась и, оправдываясь, поспешила уйти. Смотря на ее соблазнительную спину, Лилин потер пальцы, словно вспоминая соблазнительный аромат, когда он находился между ее ног. Он не смог удержаться и ухмыльнулся. Ранее он оставил ее в крайне жалком состоянии. Похоже, что сейчас Миранда испытывала к нему некоторый страх. Во время прогулки Лилин подошел к Вилле Гилберта. Он только хотел постучаться, когда дверь вдруг сама открылась, а из-за ворот вышел человек, почти столкнувшийся с Лилином. Братец Робин Лилин внимательно изучил нынешнего Робина. Энергетические волны, излучающиеся от его тела, стали очень очевидными. Казалось, что он полностью сосредоточился на этом уровне. Кроме того, насыщенный цвет символа на лбу Робина казалось стал более отчетливым, а черная метка иногда мерцала странным блеском. Лилин улыбнулся Робин. Его лицевые мышцы, казалось, через силу натянулись, словно он уже давно не улыбался. У меня все еще имеются некоторые вопросы, поэтому я уйду первым. Наставник Гилберт внутри. Робин обменялся несколькими фразами с Лилином и торопливо ушел. Когда Робин пропал из его взора, то погрузился в раздумья. Глава 447. Рука мести в прошлом Робин, будучи учеником Гилберта, был очень популярным. Он был очень дотошным, терпеливым и мог заставить других людей ощущать комфорт, находясь в его присутствии. Поэтому он смог занять позицию в клане, несколько похожую на наблюдателя. С тех пор, как он достиг кристальной стадии, он изменился. Его темперамент остыл, а он слонялся весь день без дела. Вспоминая об этом, Лилин не мог не печалиться. Лилин вошел на виллу и встретился в кабинете с наставником Гилбертом. Лицо Гилберта ни капли не изменилось, а он по-прежнему излучал ту же мудрость, что и в тот раз, когда Лилин впервые его увидел. Со всеми этими сочетаниями, а также с его блестящей и гладкой головой, Гилберт выглядел немного лукавым и ужасным. Однако в глазах Лилина Гилберт оставался холодным наставником, который прилагал много усилий на его обучение. Поэтому он почтительно поклонился старику и рассказал тому о причине его прибытия. «Было бы неплохо отправиться в путешествие», произнес Гилберт, приложившись к напитку и облокотившись на спинку дивана. Лилин иногда замечал странных маленьких существ в напитке, похожих на русалок. «По прошествии целого столетия, я уверен, что Серил уже давно забыл обо всех вас. Даже те, кто скрывается от его правосудия, не настолько важные для него пациенты. Тебе действительно стоит отправиться во внешний мир». Но Гилберт вдруг замолчал. «Если наставнику что-то требуется, не стесняйтесь спрашивать». Лилин ощутил возбуждение, зная, что у Гилберта может найтись для него какое-нибудь задание. «Раз ты уходишь, то почему бы тебе просто не заняться этой задачей?» Гилберт бросил Лилину свиток. «Чернокнижники клана Ураборос должны периодически выполнять задания ради клана в качестве формы вклада. Даже несмотря на тот факт, что ты мой ученик, ты не можешь просто так прохлаждаться. Пока будешь путешествовать, ты должен выполнить мое поручение». «Да, наставник». Лилин послушно поклонился и вышел из его кабинета. Выйдя с виллы, он развернул свиток. «Обнаружен интерфейс данных с духовной силой. Принять?» Тут же всплыло сообщение «И-И-Чипа перед глазами Лилина». «Да, следуя приказу, в его голову тут же потекла цепочка сообщений, запечатавшихся в его памяти, чтобы он не смог так легко их забыть. «Так значит, он поручил мне уничтожить кого-то». Светящееся пламя появилось на подушках его пальцев, а свиток превратился в пепел. Тем не менее, он стоял с мрачным видом. Задача была очень простой. Он должен был пойти и уничтожить базу людей, восставших против клана Ураборос. Несмотря на то, что их клан господствовал в этой области, они устранили многие влиятельные кланы, включая даже простолюдинов, когда обосновались в этом месте. У выживших членов этих кланов осталась глубокая ненависть к клану Ураборос. Кроме того, они сталкивались с коренным населением, создавая среди них беспорядки. Все это привели к росту количества противостоящих им организаций. Несмотря на тот факт, что такие организации, может, и оставались слабыми, и среди них не имелось ни одного мага утренней звезды, они очень хорошо себя скрывали. Однако, как только их находили, они уже не могли избежать судьбы и истреблялись. Гилберт поручил Лилину простую задачу – ликвидировать недавно найденную базу таких людей. Да это же грязная работа. Вздохнул Лилин, но он знал, что он не мог этого избежать. Присоединившись к клану Ураборос, он знал, что обязан кое-что делать ради получения доверия от организации. Более того, используя такое давление, они могли привлечь новых чернокнижников к войне. В действительности, одно из преимуществ от становления учеником Гилберта заключалось в том, что ему выдавали такие простые задания. Место задания – лез дарой, по пути к Лазурной горе. «Я позабочусь о них по пути, а потом отправлюсь на аукцион», – решил про себя Лилин. Известниковый тротуар усеивался мусором, создавая беспорядочную и хаотическую атмосферу. Время от времени по улицам проходил домашний скот вроде коров и лошадей. Сильный запах исходил от грунтовых вод, образовавших лужи на дорогах. Подобный пейзаж часто встречался в городах простолюдинов. Продвижения в мире магов не оказывали никакого влияния на мир смертных. Единственным улучшением от такого события – они могли временно заработать достаточно денег, чтобы прокормить свои семьи. Лилин прогуливался по улицам. Как только он принял это задание, он без колебаний покинул штаб-квартиру и направился к месту своего назначения. Воспользовавшись заклинанием превращения аура Лилина теперь равнялась магу один или два ранга. Несмотря на то, что Гилберт упомянул о том, что Серил уже позабыл о нем, Лилин все же проявлял осторожность. В конце концов, подчиненные Срерла являлись магами на кристальной стадии, которые до сих пор могли следить за ним. Лилину стоило немного подготовиться. Ориентируясь по номеру дома, выглядевшей словно обычный трактир, Лилин постучал в дверь стук-стук. Около десяти секунд спустя или около того из-за двери раздался нетерпеливый голос. «Кто это? Мы сегодня закрыты. Я пришел встретиться с Таноси». Глубоко и низко ответил Лилин. «Ты хочешь встретиться с боссом? Чего ты хочешь?» Дверь открыл золотоволосый мускулистый мужчина и с осторожностью посмотрел на Лилина. Тем не менее Лилин смог ощутить лишь слабые энергетические волны, отмечая про себя, что мужчина оказался лишь послушником. Взгляни на это. Лилин слегка улыбнулся и достал небольшой значок. Древний символ, на котором черная змея поедала свой собственный хвост, сильно контрастировала с золотым фоном. Однако, поскольку мужчина оказался послушником, то он естественно признал символ клана Ураборос. Как и ожидалось, глаза мужчины расширились и, расслабившись, он стал теплее относиться к Лилину. «Я пойду и спрошу». На этот раз мужчина среагировал достаточно быстро и через минуту он привел мужчину со светло-коричневыми волосами, но с гораздо меньшим телосложением. Лилину стало очевидно, что этот мужчина обладал силой только мага-дворанга. Перед ним стояли чернокнижники с самым низким статусом в клане Ураборос. Из-за того, что их собственные способности не блистали, а их семьи находились в упадке, они могли только тайно выполнять задания и постепенно отдавать кредит, надеясь, что однажды в их семье родится гений или даже на шанс, что они однажды смогут вернуться в основную штаб-квартиру. Милорд. Просто пройдясь взглядом, Танаси узнал Лилина. Ауру чернокнижников никак нельзя было подделать. Темное и страшное ощущение, хлынувшее в его сердце, глубоко запечаталось в памяти Танаси. Такая концентрированная родословная, похоже, какая-то особенная. Подумал про себя Танаси и почтительно поклонился. Милорд, меня зовут Танаси. Я понял. Кивнул Лилин, проходя внутрь трактира. Проходя мимо прилавка, он подошел к двери, ведущей к подземной комнате. Расскажи мне все, что ты узнал и не скрывай от меня ничего. Лилин снял плащ и непреднамеренно продолжил излучать внушительную ауру каждым своим движением, что вынудило Танаси отнестись к нему с большим уважением. Увидев символ, представленный Лилином, Танаси не осмелился скрыть правду и тут же сообщил обо всем Лилину. Это произошло три дня назад. В то время я находился поблизости. Много дней спустя, посреди мрачного темного леса, чириканье цикады глушил разговор между двумя магами. Это и был лес с дарой, большой доисторический лес, где Танаси обнаружил вражеский лагерь. Ты уверен, что это здесь? Спросил у него Лилин. Сейчас Лилин носил черный плащ с золотой обводкой. По иронии судьбы, его скромный наряд, наряду с его стройной фигурой, а также спокойный темперамент его родословной, заставляли казаться, словно его здесь и не было. Да, милорд. Сейчас Танаси испытывал к Лилину лишь уважение. В организации королевских чернокнижников Лилин занимал высокое положение и мог контролировать жизнь и смерть всех изгнанников. Спустя несколько месяцев слежки и расследований, мы наконец узнали, что рука мести пряталась здесь. Судя по энергетическим следам, здесь действительно скрываются скрытые формации заклинаний, а также я заметил следы других чернокнижников. Кивнул головой Лилин. Эти ублюдки могут прятаться. Милорд, будьте уверены, мои подчиненные уже окружили их. Как только милорд даст указания, мы прорвем их формации вместе с приведенными вами людьми. Наполненный уверенностью Танаси ударил себя в грудь. Танаси ощущал, что отправленный штаб-квартирой Лилин имел только ауру мага один или два ранга, а также что он дружелюбно отнесся к ним. Поэтому ему казалось, что Лилин не блистал особой силой. Однако, поскольку он уже принял задание, должно быть за ним следовали другие люди, которые могли восполнить такую очевидную слабость. Ради чернокнижника с королевской родословной, разве его семья не пошлет много людей, чтобы те защищали его, куда бы он ни пошел? Кто сказал, что я привел с собой людей? Лилин повернулся и вопросительно посмотрел на Танаси. Не никого? Танаси хотел посмеяться, но не мог. Милорд, пожалуйста, не шутите. В этом лагере находится Тором из рук мести. Помимо своего лидера, она является сильнейшей в организации. Два столетия назад она продвинулась к водной стадии. Ау, значит Тором, самая способная среди них всех? Довольно хороший шанс. Лилин хлопнул в ладоши, просматривая подсказку от И. Чипа. Разработка заклинания три ранга завершено. Количество попыток симуляций. 42 912. Количество ошибок. 0. Похоже, что я могу проверить это заклинание прямо на месте, пробормотал про себя Лилин. Один из планов Лилина по созданию грозного заклинания три ранга осуществился только благодаря тому, что он интенсивно использовал вычислительные способности и чипа. Тот настраивал заклинания именно под Лилина и только что закончил с его симуляцией. Кроме того, сильнейший маг в лагере рук мести, мог оказать идеальным врагом, на котором он мог попробовать новое заклинание. Глава 448. Тором, господин. Возможно, вы переоценили мои способности, но никто из моих людей не сможет справиться с Тором, криво улыбнулся Таманси. Он считал, что стоит разъяснить ситуацию. Даже если Лилин и являлся представителем королевской родословной и агентом из клана Урабарас, он не желал просто так жертвовать собой ради него. Твои люди? Лилин потерял дар речи. Имея таких слабых магов и послушников, они бы даже не смогли прорваться через оборонные формации. Это не имело никакого значения. Тамаси отвечал за разведку, но Лилин не рассчитывал на его боевую мощь. Просто следи за своими людьми, а я позабочусь об остальном. Холодно ответил Лилин и вскочил на ноги. Внезапно, мощная и холодная энергетическая волна заполонила всю окружающую область. Это-то-то же. Таманси пристально уставился на Лилина с выпученными глазами. Энергия, которую он ранее ощущал от Лилина, походила на его собственную, но внезапно она расширилась, словно перед ним стояло свирепое существо. Сила страшных энергетических колебаний не переставая увеличивалась. Милорд, похоже, вы не из тех людей, которые предпочитают обманывать, но вместо этого обладаете влиянием. Глаза Таманси загорелись. Если бы он связался с Лилином раньше, то его собственное будущее сильно изменилось, а он бы даже смог реализовать свою мечту и поднять с колен свою семью. Маркиз. Милорд, вы должно быть Маркиз, обладающий большим влиянием в клане. Таманси с покрасневшим лицом сжал кулаки. В тот момент, когда Лилин прекратил подавлять свою ауру, он действительно ощутил желание встать на колени. Таманси никогда не ощущал такой подавляющей власти от других маркизов, таких же как и Лилин. Лилин, с другой стороны, не беспокоился, что о нем думают другие. Поскольку отраскрыл свою ауру и перестал ее подавлять, то Таманси тут же ее ощутил. Вскоре его тело покрылось странным туманом и появилось в лесу. Маг кто ты? Мы тайная гильдия, которая не желает никого встречать и не торгует ни с кем. Возникло большое количество света, сформировавшего большой защитный щит, покрытый мерцающими рунами. По внешнему виду, маг, применивший подобное заклинание, не являлся тем человеком, с которым стоило шутить. Кроме того, услышав решительный тон крикнувшего мага, многие не пожелал бы вести с ним разговоры. Тем не менее, Лилин отличался от большинства людей. Кроме того, его задание заключалось в их уничтожении. Это рука мести. Лилин встал перед оборонительной формацией, а его пронзительный голос разнесся по лесу. Он хотел получить окончательное подтверждение, чтобы предотвратить все нежелательные последствия. Чернокнижник из клана Ураборос. Световой щит засиял, а тон голоса сменился на угрожающий. Даже Лилин содрогнулся от ощутимой ненависти, вытекающей из голоса. Тем не менее, Лилин подтвердил необходимое подтверждение. Зрачки Лилина отражали его безразличие. В его глазах битвы за ресурсы и преимущества никогда не соотносились с правильным или неправильным. Он просто считал, что таким способом определяются победители проигравшей. Между тем, на вершине одного из зданий внутри оборонительной формации лицо женщины исказилось, когда она смотрела на малиновый кристалл в своей руке. Другая женщина, выглядевшая как подросток с еще пухлыми щечками, подошла к наставнице и спросила «Учитель, что случилось?» Это клан Ураборос. Эти проклятые чернокнижники здесь умудрились нас выследить. Внешне этой женщине можно было дать примерно 30 лет и она обладала чувственным телом. Она могла считаться ошеломляющей красавицей, если бы не крестообразный шрам на ее лице. Клан Ураборос. Молодая девушка резко вдохнула. Это название вызвало у нее образы демонов и монстров, а также других ужасающих существ. По ее мнению чернокнижники из клана Ураборос являлись демонами, которые могли проглотить любого в считанные секунды. Боюсь, что нынешняя ситуация грозит опасностью. Раз им удалось отследить это место. Когда придет неизбежное, ты должна бежать, пока я буду стараться изо всех сил задержать их. Женщина со шрамом повернулась и с задумчивым выражением дала указание девушке. Ты хочешь, чтобы я сбежала? А как же Халк и Фанни? Что насчет остальных? Девушка была поражена, услышав подобные слова от своего учителя. Мы оказались в ситуации между жизнью и смертью, мы не можем позаботиться о них. Женщина с горечью улыбнулась, наблюдая за хаотичной ситуацией внизу. Я не могу поверить, что они уже здесь. Воскликнул беловолосый старик. Он плыл по воздуху вместе с другими магами. Тогда мы все пойдем, нам нечего бояться. Мужественно произнес другой маг-мужчина среднего возраста. У него отсутствовал один глаз, а его голова украшалась татуировка черепа тигра. Бум! Формация сильно задрожала, а защитный щит начал сильно мерцать. Все походило, словно земля и небеса раскалывались. Волна прокатилась по всему лагерю, омрачив множество лиц магов. За пределами лагеря Лилен смотрел на мощное защитное заклинание и размышлял. Духовная сила мага, также олицетворяет ее ограниченность. Столкнувшись с подобным заклинанием в прошлом, он бы потратил некоторое время прежде чем смог бы полностью его уничтожить. Если его защита в пределах 20 единиц, значит, ее наложил послушник. Если колеблется в пределах от 20 до 80 единиц, значит наложен магам один ранга, если в пределах от 80 до 200 то маг два ранга, но его наложил маг три ранга, если его защита свыше 200 единиц. А если защита формации превысит 300 единиц, то даже магу на кристальной стадии придется проявлять осторожность. Лилен пробормотал про себя и игрался со сложной моделью заклинания, отправленной и чипом в его море сознания. Множество различных рун прекрасно сочетались с этой моделью. Оно отдавало изысканным чувствам. Лилен хорошо практиковался манипулировать этим заклинанием через симуляции и чипа. Сейчас казалось, будто он уже пользовался им несколько раз и мог использовать его лучше любых профессионалов. Бум! Сформировались многочисленные стихийные волны, а из-за впечатляющей силы этого заклинания, темные и огненные элементальные частицы высасывались, словно столкнулись с элементальной черной дырой. Сила энергетического всасывания заклинания три ранга, естественно, не могла сравниться с заклинаниями один и два рангов. Но в настоящее время даже Лилен испытывал дискомфорт. Страшная энергия нисколько не рассеивалась, а вместо этого конденсировалась перед Лиленом и выпускала наружу черные лучи. Охваченное пространство словно полностью поглощалось черными лучами. Смертельный луч. Лилен щелкнул пальцами, а черный луч света устремился к оборонной формации. Смертельный луч. Заклинание три ранга. Элементы. Тьма и огонь. Концентрирует всю окружающую энергию в одной точке. Эффекты. Коррозия и ожоги. Мощность. 330-360 единиц. Лилен сам дал название этому заклинанию. Отказавшись от областного действия и сосредоточив всю силу в одной точке, он мог подарить смерть любому живому существу ниже области утренней звезды, отсюда и ее название. Хлоп. Словно лопнувший мыльный пузырь, сияющий мощный защитный щит раскололся под давлением заклинания Лилена. Туман исчез, раскрыв взор у здания и магов, скрывающихся позади него с истощенными лицами. Тором. Лилен поднял взгляд на свою цель. Шрам на ее лице оставил у него неизгладимое впечатление. Она получила шрам после какой-то резни, но как маг она явно могла удалить этот шрам. Но, ради напоминания о ее ненависти, она решила оставить его на лице. Чаще всего такие люди оказывались бессердечными и являлись людьми, которым Лилен уделял больше всего внимания. Один, только один чернокнижник на водной стадии, видя, что Лилен идет к ним в одиночку, выражение Тором резко изменилось в отличие от ее счастливых товарищей. Она еще сильнее помрачнела, но отбросила чувство безнадежности подальше. В мире магов, тот, кто осмеливался действовать в одиночку, обладал намного большими и опасными силами, чем равная ему по силам группа людей. И если Лилен осмелился прийти сюда один, он должно быть был сильно уверен, что сможет убить их всех. Жизнь или смерть, нам не нужно сдерживаться. Обеспечить побег наших детей – наивысший приоритет, приказала Тором. Конечно, я уже давно мечтал поубивать чернокнижников с родословной великой кимоинской змеи. Я живьем выпотрошу его и одену на себя словно ковер. Маг с рисунком черепа тигра на голове с ненавистью закричал, смотря своими покрасневшими от гнева глазами на Лилена. Помимо Тором, среди них имеется еще два мага три ранга. Глаза Лилена сверкали. И чип активно собирал данные о его врагах и предсказывал вероятные шаги действий. Что касается послушников, сейчас они походили на пылинки в глаза Лилена. Поскольку ты чернокнижник с родословной великой кимоинской змеи, если сегодня ты здесь потеряешь свою жизнь, то я уверена, что другие высокоронговые маги твоего клана будут скорбить о такой потере. Глаза Тором стали красными, а она покрылась себя жидкой броней. Когда вы все умрете, руки мести больше не смогут вызывать никаких проблем моему клану, возразил ей Лилен. Но прежде чем я прикончу тебя, я проведу очистку. Очистку? А нет. Он планирует. Выражение Тором тут же побледнело, но уже стало слишком поздно. Ужасающая проекция великой кимоинской змеи возникла за спиной Лилена и он провозгласил «Ядовитая желчь». По мере взросления его родословной, сила его врожденных заклинаний экспоненциально выросла. Сейчас мощь ядовитой желчи превышала 200 единиц, достигнув силы заклинания 3 ранга. Даже предприняв меры, маги 1 и 2 рангов никак не смогли бы выжить, попав под действие заклинания Лилена. Кроме того, эффекты заклинания стали еще сильнее, особенно когда те даже не возвели защиту поверх своих тел. Глава 449. Тест бестелесный бог смерти опустился на лагерь повстанцев. Многие маги 1 и 2 рангов, как и все послушники, начали падать на землю и умирать, несмотря на многослойные уровни выставляемой защиты, зелья, магические артефакты и прочие способы. Даже окружающие здания на площади начали разрушаться. Они скрипели и покачивались, но со временем падали, словно песок облитый водой. Бесформенная ядовитая пульсация нацелилась на магов 3 ранга, паривших в воздухе, а нападая, вынуждала их беспомощно наблюдать, как их ученики и члены организации умирают один за другим. Всего одной атакой, кроме горстки людей, которые умудрились сбежать из области действия заклинания благодаря своим магическим артефактам, Лилен превратил остальных магов в разлагающиеся трупы. Ти Тором взревела и бросилась к нему. Общеизвестным являлся тот факт, что чернокнижники с родословной великой кимоинской змеи славились своими токсичными атаками. Однако, атака Лилена смогла уничтожить все живое и неживое на земле, что показалось ей ненормальным. Он произвел такую внезапную атаку, которая привела к колоссальным потерям с их стороны. Увидев, как их друзья, дети, ученики и семьи погибали, два других мага 3 ранга с мокрыми глазами устремились в сторону Лилена. Призрачная голограмма. Множество призрачных фигур гигантских существ начало появляться позади старико-мага 3 ранга. Они окружили Лилена и открыли свои огромные рты, чтобы откусить части тела Лилена. Багровый Трон. За спиной Тором появился иллюзорный образ кроваво-красного престола, от которого вокруг распространялось сильное кровавое зловоние. Трон выглядел простым, но украшался золотом с отметками многих ударов мечей и топоров. Казалось, будто бы он прошел через множество кровавых битв, заполучив себе самую настоящую ауру жестокости. После появления иллюзорного трона на всех трех магах появилась красная броня, а их аура взлетела до высшего уровня. А во, аура усилилась, а еще на них перестало действовать подавление не знал, что существуют даже такие модели заклинаний. Глаза Лилена просто искрились от волнения. Он усердно записывал все данные о сфере вражеских магов с помощью И-Чипа, намереваясь в будущем исследовать ее. Такая сила характеризовала неполную сферу мага три ранга. Как только Тором полностью осознает силу своей сферы, то постигнет область утренней звезды. Конечно же, нынешний багровый трон лишь немного усиливал их. Он не мог сравниться с врожденным заклинанием Лилена устрашающим взглядом. Однако по цветам, излучающимся багровым троном, глаза огромных существ налились кровью. Они устремились к Лилену со всей своей силой и без капли колебаний. Такое слабое возмездие. Тором, я буду разочарован, если это все, что у тебя есть, вздохнул Лилен. Страшная энергия волнами хлынула из его тела, когда страшные врожденные заклинания чернокнижника с родословной великой кимоинской змеи три ранга, устрашающий взгляд, ударила по области. Шипение. Казалось, древняя великая кимоинская змея возродилась и воочию смотрела своими янтарными глазами на этот регион. Типичный всплеск темной энергии опустился на землю, принося с собой довольно необычную и дикую ауру. Силовой поле тут же охватило территорию, ранее находившуюся под действием багрового трона, почти мгновенно аннулируя его действия. Даже несмотря на тот факт, что Лилен подавлял энергию своего тела, его влияние оказало воздействие на огромных иллюзорных существ, которые в страхе отступали, словно увидели что-то ужасное. Ау. Хороший шанс понаблюдать за эффектами замешательства. Наблюдая за вражескими магами, Лилен равнодушно улыбался. Его врожденная область сферы неуклонно усиливалась костью ламии, чье излучение распространялось на область силового поля, влияя на эффекты усиления и подавления. Если бы Лилен ранее не подвергся влиянию сферы мага утренней звезды, то подумал, что сейчас он уже полностью сформировал свою сферу. Тем не менее, даже если бы он использовал простое силовое поле, последствия уже стали невообразимыми. Иллюзорный образ багрового трона начал рассеиваться, словно лишился прежней силы. Еще до того, как другие два мага три ранга смогли что-то осознать, их силовые поля подавились и исчезли. Тором являлась единственной, кто могла сражаться с ним и продолжать поддерживать свое силовое поле. Что касается других силовых полей низкого уровня, которыми пользовались другие маги, они, безусловно, не могли соответствовать силовым полям магам три ранга на водной стадии. Из-за разницы в глубинах понимания между ними имелась сильная разница и которая выражалась в силе силового поля. Поэтому, силовые поля духовной силы ниже водной стадии становились полностью бесполезными. Маг с черепом тигра опустил голову от поражения. Он понял и признал огромную разницу между собственными силами и силами Лилена. Тем не менее он внезапно взревел. Мышцы на его теле напряглись и опухали, а его великолепный мех ярко засветился. Суставы на его костях громко трещали, а вскоре его тело раздулось и увеличилось с обычного размера до высоты трех метров. Сопляк. Я не собираюсь убивать тебя. Я просто переломаю тебе все кости одну за другой, дюйм за дюймом. Не пропущу ни одной. Он громко взревел и произвел сильный удар, поскольку сильные порывы ветра врезались в его лицо. Окружающий воздух, казалось, был настолько сжат этим ударом, что превратился в подобие кристального тела, который и устремился подобно пушечному снаряду в сторону Лилена. Человеческий маг в усиленной форме – редкое зрелище. Лилен стал серьезным и более осторожным. Известно, что маги, способные усиливать свои физические тела, принадлежали к кланам варварских зверей. Что касается других типов магов, они, как правило, в основном любили пользоваться заклинаниями, чтобы уничтожать врагов. Поэтому, видя, что маг-тигр превратился в такого мощного зверя, Лилен стал уверен, что на центральном континенте остались те маги, которые могли применять такую магию, хотя их и осталось мало. В основном, маги не уделяли особого внимания таким аспектам, как сила и ловкость. А ведь от физического тела зависело, насколько много духовной силы оно сможет выдерживать. Кроме того, различные чернокнижники наследовали разные способности от своих старших, поэтому все зависело от того, на какую область делал упор предок. Лилен это понимал и стремился максимально отполировать все аспекты, касающиеся силы и ловкости своего тела. Хех. От волнения Лилен достал свой меч метеора и мастерски использовал свои техники клинка. Перекрестный клинок, большой черный крест, сияя, рассек все небо, неся в себе ужасающий яд великой кимоинской змеи. Крест разделился в воздухе на множество частей, а маг-тигр познал последствия. Ау-у-у-у. Тигр-маг накрыл голову обеими руками и бросился вперед. Треск. Послышался звук разбившегося стекла, когда великолепный блеск вспыхнул на поверхности черепа мага тигра и столкнулся с черным крестом в воздухе, разбивая его на миллион кусков. Жужжание. На его руке появилось что-то похожее на каплю, а от места, где появилась эта капля, послышались слабые шипящие звуки, от него начал расходиться белый дым. Без малейших колебаний маг-тигр дальше устремился к Лейлину. В самом деле очень высокая живучесть. Чтобы противостоять смертельному яду великой кимоинской змеи, помимо отличного сопротивления заклинаниям, живучесть должна была составлять не менее 100 единиц. Кроме того сила и ловкость его оппонента превышали его собственные пределы раз в 30. Увидев, как этот маг мог использовать простые методы ради убийства, глаза Лейлина загорелись. Теперь умри. Правая рука мага-тигра обратилась в огромный тигриный коготь. Он ударил им Лейлина. Огромный тигриный коготь походил на маленький жернов. Блестящий острый коготь отдавал холодным блеском и угрозой, с видимыми невооруженным глазом на его поверхности ярко сияющими рунами. Бабах. Коготь-тигра внезапно остановился ладонью в воздухе. Хотя Лейлины был высоким и тонким, его телосложение с 3-метровым телом мага-тигра он стал довольно мелким, а его ладонь походила на ладонь ребенка. Тем не менее, эта маленькая ладонь смогла остановить коготь тигра и мешала ему двигаться дальше. Как такое возможно? С удивлением вскрикнул старик. Лейлин только недавно победил его призраков. Он был абсолютно уверен в силах своего друга. В своем зверином облике тигр маг мог с легкостью убивать других магов 3 ранга. Сейчас, когда он вспоминал об этом, он испытал сильный шок. Тем не менее, атака в полную силу его друга была заблокирована простой ладонью, что никак не могло улечься в его разуме. Более того, глядя на Лейлина, казалось, что он не прикладывал и каплей усилий. Чернокнижники не могут обладать такой силой, если только он не является магом, практикующим методы укрепления собственного тела. Старик тщательно изучал Лейлина, пытаясь проанализировать его, но он никак не смог его прочитать. Как как такое возможно? Помимо потрясенного старика, сам маг-тигр просто-напросто потерял дар речи, он был сильно уверен в своих способностях. Даже сталкиваясь с магическими сплавами, используемых другими магами, ему всего лишь требовалось прибегнуть к своим когтям, а защита его врагов падала, словно мягкий песок. Но сейчас нет ничего невозможного. Лейлин сжал ладони раздался звуки перелома костей, когда рука мага-тигра дрогнула и изогнулась под странной кривой. Различия между людьми и животными заключаются в использовании их сильных сторон, будь то эксплуатация или же просто инструмент. Если вы не знаете даже этого, то независимо от того насколько ты силен, ты останешься в дураках. Лейлин поднял взгляд на скулящего мага-тигра и ощутил к нему жалость. Позади него появились черные тени двух рук, которые прикреплялись к его правой руке и постоянно вливали в нее энергию. Хотя сила Лейлины достигла своего предела в 30 единиц, он мог использовать заклинания и прорывать свои пределы, тем самым значительно увеличивать свою силу на короткий промежуток времени. В конце концов, он являлся магом, а не рыцарем. Те, кто не могут идти в ногу со временем, останутся мусором. Лейлин глубоко вдохнул и схватил руку мага-тигра, а затем поднял его в воздух. Плохо. Мы должны спасти Боржина. Обмен ударами произошел слишком быстро. В конце концов, как Лейлин, так и маг-тигра обладали высокой ловкостью, по крайней мере в 30 единиц. От начального движения Лейлина и до того, как он вынул меч, провел атаку и контратаку, все произошло в считанные секунды. Даже Тором не успела среагировать, но к тому же не ожидала, что Лейлин сможет так легко победить мага 3 ранга. Сумеречное пламя бедствия. Лейлин не собирался проявлять милосердие. Он намеревался уничтожить их всех. Возникла темно-красная огненная стена. Буквально за мгновение два мага 3 ранга, которые ранее полетели в сторону Лейлина, потонули в языках его пламени. Глава 450. Печать темного разложения ядовитой черной пламя походила на пространство, отделяющее Тором от остальных. Что касается другого мага 3 ранга, пламя нанесло ему тяжелые травмы, но он отскочил в сторону, выпуская крики боли и выплевывая кровь. Что что ты хочешь сделать? В этот момент маг Тигр действительно испугался. Он ощущал все более ужасающую силу, исходившую от рук Лейлина и дикую духовную силу, запечатывающую его море сознания. Впервые он всем сердцем ощутил ужас. Он уже начал сожалеть, что сразу не сбежал, как только увидел Лейлина, поскольку сейчас он пожинал плоды своего высокомерия. Что я хочу сделать? Губы Лейлина изогнулись в холодной усмешке. Теневые руки тут же вышли из его спины и погрузились внутрь самих рук Лейлина. Треск. Треск. Сначала разорвалась кожа, потом мышцы, а затем и кости. Выражение мага Тигра сильно скривилось, поскольку сейчас он испытывал такую невообразимую боль, что не мог ничего вымолвить. Казалось, будто все его существо растягивалось на части Лейлином. Отпусти его. Стой. Не еейт. Посреди криков Тором, маг Тигр был разорван Лейлином на части. Большое количество крови разлетелось во все стороны. Разве ты не думала, что уже поздно говорить об этом? Лейлин умело уклонялся от потоков крови, фонтанирующих из тела только что убитого им мага Триранга, с помощью приобретенного со временем навыка. Ни одна капля крови не приземлилась на его тело, словно выбросив мусор, он отбросил в сторону две части трупа, прежде чем повернулся к Тором и произнес бесчувственным голосом, ты должна была прийти в себя, прежде чем выступать против клана Ураборос. Сегодня ты умрешь. Я отомщу за Боржина. Тором тут же успокоилась. Тем не менее, Лейлин смог отчетливо увидеть жажду мести в ее глазах. В ней содержалась не пылкая месть, возникшая по воле случайного инцидента, а скорее всего сформированная за определенный период, во время которого на нее охотились как на жертву. Многие из друзей, семьи Тором, предположительно, погибли во время масштабных битв с кланом Ураборос, но нападение Лейлина стало для нее последней каплей. Даже сейчас ты отказываешься учиться, покачал головой Лейлин. В настоящее время, похоже, ты не годишься мне в противнике. Позволь мне протянуть тебе руку. Как только он закончил говорить, маг одетый в черную мантию, и который выглядел точь в точь как Лейлин, внезапно возник около мага Триранга, который недавно получил тяжелые травмы. Лейлин выбросил в воздух несколько разноцветных зелий. Они столкнулись друг с другом в воздухе и спустили ужасающую пульсирующую энергию. Заклинание Триранга, из комбинации зелий, божественное степное пламя. Бесконечное пламя тут же поглотило мага Триранга и даже распространилось настолько, что поглотило собой даже самого Лейлина. Лейлин, окруженный пламенем, внезапно начал рассеиваться и истерически смеяться, превратившись в множество теневых цепей, ограничивающих передвижение мага Триранга. Госпожа Тором, спасите меня, мучительно кричал маг Триранга. Он делал все возможное, чтобы обратиться за помощью к Тором, поскольку только она могла спасти его. Но Лейлин блокировал Тором и безжалостно лишал его этой последней надежды. Ты должно быть осталась последним высокоранговым магом в этой крепости, не так ли? Обратился Лейлин к Тором, когда жизненная сила мага Триранга полностью рассеялась посреди пламени позади него. Если ты не воспользуешься своим оставшимся временем и не порадуешь меня хорошей битвой, то боюсь, что мне придется выследить и убить всех живых оставшихся внизу. Эта девушка должна быть твоя ученица, возможно даже родственница. Даже не думай о том, чтобы лгать мне. И пульсация крови и колебания духовной энергии выявляют ваши с ней отношения. Лейлин бросил взгляд на один из лежащих внизу трупов, но после последних сказанных им слов выражение Тором резко изменилось. Только когда взгляд Лейлина пробежался по всему району, девушка, лежащая под останками, ощутила, словно на нее смотрел древний злобный зверь. Ее ноги и руки начали неуклонно дрожать. Это очень страшно. Поняв, что ее обнаружили, девушка попыталась сбежать. Светло-зеленый поток ветра полетел и донес ее в глубины Лиссадрой. Помимо Нины, даже у мастера Боржина есть. Когда она начала бежать, по ее лицу текли слезы. В тот момент, когда Лейлин применил свою ужасающую ядовитую атаку, низкоранговые маги тут же погибли. Помимо трех магов три ранга, почти все погибали на своих местах. Никакие антидоты и защитные руны не влияли на его атаку. Перед лицом ужасающего яда Великой Кимоинской Змеи все остальные яды казались игрушками. Врожденное защитное заклинание ни капли не повлияло на атаку Лейлина. Если бы не защитные чары, которые она получила от своего наставника, она бы тоже погибла. Девушке посчастливилось выжить, скрыться за стеной и стать свидетелем ужаса и жестокости Лейлина. Два могущественных мага три ранга погибли от его рук, но внешне казалось, что Лейлин даже не использовал все свои силы. Теперь он даже использовал ее жизнь, чтобы угрожать ее наставнице. Услышав торопливый шепот своей наставницы, девушка ничего не могла поделать и только плакала. Несмотря на все, энергетические частицы под ее ногами, не переставая сияли, словно инстинктивно старались сбежать из этой области. В глубине своего подсознания она больше не желала возвращаться к тому ужасному монстру. Неплохое предложение, похоже, что ты сильно беспокоишься о ней. Лейлин наблюдал, как маг один ранга убегала, но не проявлял никаких намерений преследовать ее. Напротив, он снова повернулся к торам и высмеивал ее, тем не менее, боюсь, что тебе придется попытаться выиграть время. В противном случае, она не сможет сбежать. Безумец. Чудовище. Проклинало его торам. Большинство чернокнижников страдало от гневных эмоций, которые только усиливались во время битв. По сравнению с магами, чернокнижники предпочитали уничтожать своих врагов или даже вымешать на них свои желания. Ранее торам уже наблюдала, подобные сцены и с болью вспоминала те изувеченные трупы мужчины и изнасилованных женщин. И сейчас она думала о Лейлине в подобной манере, как и о тех безумных чернокнижниках. Даже если мне придется поставить свою жизнь, я любой ценой остановлю тебя. Объявила торам и решительно сорвала с шеи серебряное ожерелье. Ха-ха. Прекрасно. Мне нравится ход твоих мыслей. Сейчас Лейлин ощущал себя главным злодеем из фильмов в своем прошлом мире. Печать темного разложения. Торам совершила несколько печатей. В то же мгновение серебряное ожерелье взорвалось. В мгновение ока энергетические волны, излучаемые ее телом, резко усилились, но сквозь поры ее тела начали просачиваться капли крови. Черные руны тут же стали появляться на ее теле. В сочетании со шрамом на ее лице, она начала выглядеть довольно ужасно. Лейлин ощутил, что ее сила достигла пиководной стадии. Фактически, некоторая часть ее духовной силы уже проявляла следы кристальной стадии. И как только ее духовная сила полностью сконденсируется, то она войдет в кристальную стадию. Конечно, после ее опрометчивых действий последует существенная отдача. Однако, прежде чем ее тело полностью рухнет, она сможет сделать шаг в область кристальной стадии. Этот ход несомненно являлся ее козырной картой, какое-то загадочное заклинание, которое стимулировало ее духовную силу. Как ни странно, Лейлин не пытался прервать Тором, а вместо этого позволил ее аурии духовной силе постепенно подниматься. Он трепетно рассмеялся, ха-ха-хорошо. Уверен, благодаря этому таинственному заклинанию, ты меня не разочаруешь. С самого начала Лейлин использовал все эти подлые методы, чтобы заставить Тором воспользоваться заклинанием, которое могло истощить ее жизненную силу и временно увеличить ее силу. Хотя он и принялся за выполнение миссии клана Урабарас, он также намеревался поэкспериментировать с недавно разработанным и чипом заклинанием 3 ранга, смертельным лучом. Несмотря на тот факт, оно смогло пробить защитную формацию, ему в конечном итоге не хватало физических данных, чтобы определить его силу. Особенно он хотел узнать, сможет ли оно справиться с магом на кристальной стадии. Он узнал, что благодаря своей силе, он обладал самой высокой большой силой среди всех магов водной стадии, но даже маг на пике водной стадии, Тором, не могла ничего ему сделать. Однако оппоненты на кристальной стадии могли вызвать у него проблемы. И, чипу не хватало данных касательно магов в кристальной стадии. Учитывая тот факт, что Лейлину несомненно придется иметь дело с такими магами, он отчаянно нуждался в способе противостоять им. И сейчас Тором стала его подопытной свинкой. Когда он просканировал ее во время прошлого удара, и, чип обнаружил, что не только ее сила ослабла, она даже получила ранение, поэтому и не могла высвободить свою сильнейшую атаку. Вот почему Лейлин предпринял такие решительные меры и заставил ее сразиться с ним, постоянно подстрекая ее желание выжить. И судя по всему, он достиг своей цели. Первоначально маг на пике водной стадии, Тором, действительно обладала огромными способностями и могла частично кристаллизовать свою духовную силу, используя подобные таинственные заклинания, учитывая, что она могла заплатить за него своей жизнью. Лейлину редко удавалось сразиться с магами на кристальной стадии. В конце концов, все маги с подобной силой, с которыми он ранее сталкивался, являлись его старшими, поэтому он и не мог сражаться с ними. Маги вроде Тором, которые могли насильно поднимать свою духовную силу до кристальной стадии, встречались еще реже. Лейлин тут же приказал, и Чип тщательно записывая эту битву. Указание получено. Планирую сканирование, произнес и Чип. Бледно-синий экран спроецировался перед глазами Лейлина. Тором, парившая перед Лейлином, поглощалась синим излучением. Тайны духовной кристаллической силы также постепенно раскрывались и Чипом, и вся информация предоставлялась Лейлину. Безумцы из клана Ураборос не должны существовать в этом мире. Поднявшись до кристальной стадии сила Тором сейчас стала намного сильнее, чем ранее. Просто излучаемой ею подавляющей ауры хватало, чтобы Лейлин ощущал дискомфорт. Глава 451. Смертельный луч ходит слухи, что как только маг достигает кристальной стадии, то подвергается феноменальным изменениям, а его силы экспоненциально увеличиваются. Смотря на нее, похожи они правдивы. Лейлин уставился на багровый трон позади Тором с торжественным выражением на лице. Первоначально, его собственное силовое поле окутало трон и почти полностью уничтожило. Однако, сейчас ее силовое поле сильно расширилось, особенно багровый трон. Он выглядел почти что материальным, а излучаемая им аура немного превышала силу его собственного силового поля. Ха-ха, прекрасно. То, что я хотел. Лейлин впервые ощутил давление со стороны Тором и очевидно наслаждался им. Противника, против которого он хотел выступить, он повстречал в лице Тором, сила которой поднялась до кристальной стадии. Хорошо. Давай посмотрим на настоящую силу мага на кристальной стадии. Лейлин ощутил возбуждение. Слой тонких черных чешуек сформировался поверх его тела. На их поверхности формировались руны, которые образовывали дополнительный слой защиты в виде черной мембраны. Столкнувшись с магом на кристальной стадии, он больше не осмелился недооценивать ее. «Ты этого хотел?» произнесла Тором. Из краев ее глаз стекли две полоски жидкости, похожей на кровь. Они еще больше придавали ей зловещую ауру. Свист. Две фигуры превратились в размытые тени, которые начали сталкиваться друг с другом. Звучал пронзительный грохот, а во все стороны от столкновения расходились огромные энергетические волны. Лорд-лорд Лейлин на самом деле так силен, Таманси, услышавший, как изнутри лагеря начал раздаваться такой грохот, произнес с упавшей челюстью. В действительности, Тором являлась второй по силе среди рук мести, обладая уровнем по слухам на пике мага три ранга водной стадии. Мало того, что она являлась сильным противником, ходили слухи, что она являлась человеком, которую желал заполучить клану Роборосы, которая продвинулась к кристальной стадии. Что еще сильнее удивляло его, Лейлин в действительности подавлял ее и мог сражаться с ней. Какой же силой он обладал? Как только эта мысль промелькнула в голове Таманси, он тут же подумал о поддержке, стоявшей за спиной Лейлина. Данные о силовом поле кристальной стадии собраны. Начинаю анализировать область атаки противника. В этот момент, Лейлин, сражающийся с Тором, испытывал большие трудности. Хотя она и использовала секретную технику и поднялась до кристальной стадии, сила Тором намного превзошла ожидания Лейлина. Мало того, что она сформировала доспехи из духовной силы, полностью состоявшая из кристаллов, все остальные ее заклинания также стали сильнее. По его мнению, все слухи о значительных преобразованиях после достижения кристальной стадии оказались правдой. Кроме того, Тором стимулировала свою волю и сражалась словно сумасшедшая, желая любым способом убить Лейлина. Она не заботилась о себе, поскольку понимала, на что шла. Но как бы то ни было, существовали ограничения для тех, кто насильно достигал кристальной стадии через тайные методы. Кровь, капающая с Тором, окрашивала Землю в ярко-красный цвет. Почти половина крови уже вытекла из ее организма, и любой обычный человек уже давно бы умер, но поскольку она была магом, она все же не находилась в хорошем состоянии. Почему она не должна была платить определенную цену, когда она сильно прорывалась в кристальную стадию? Такой метод противоречил небесам. Лейлин нисколько бы не удивился, если бы они разразились в ее сторону. Сумеречное пламя бедствий. Темно-красное пламя вспыхнуло вокруг Лейлина. Он воспользовался возможностью, чтобы нанести удар по голове Тором. Лейлин улыбнулся, изучив предоставленные данные и чипом. Он обернулся и посмотрел на истекающую кровью Тором. Его лицо побледнело, но он произнес, ты была достойным противником. Как жаль. Ощущая, как быстро утекает жизненная сила Тором, и что она вот-вот уже потеряет силы кристальной стадии, Лейлин решил больше не сдерживаться. Инициируя эксперимент и записывая данные, Лейлин снова строго приказал Лейли. Чипу. Ужасные заклинания, прорвавшие защитную формацию, которая не позволила руки мести вовремя среагировать, снова начало формироваться в руки Лейлина. Ужасающее количество энергетических частиц собирались и образовали черное пятно, которое в итоге собиралось на кончике пальца Лейлина. Лейлин тихо вздохнул и указал на Тором заклинание три ранга, смертельный луч, тайная техника, кристальный щит. Хотя Тором и знала о задумке Лейлина, ее инстинкты к выживанию, а также ненависть к клану Урабарас, побудили ее продолжать битву. Перед ней появилось много сверкающих разноцветными цветами энергетических щитов, поверхность которых мерцало множеством начертанных рун. Бабах! Черный луч смерти мгновенно достиг Тором и столкнулся с первым слоем кристального энергетического щита. Треск отверстия размером с палец тут же сформировалось на щите. От отверстия во все стороны подобно паутине начали пролегать трещины. Щиты трескались и заразламывались при столкновении с черным лучом, словно перед Тором находились не мощные щиты, а листы бумаги. Это и есть вкус смерти. На мгновение в глазах Тором возникла рассеянность, но она тут же заменилась пламенем ненависти. Даже если я погибну, то не умру в подобном состоянии, не причинив вреда врагу. Она заорала, а кроваво-красное пламя начало гореть на поверхности ее тела. Она жертвует душой. Пламя ненависти на самом деле затуманило ее рассудок. Застыл Лилин. Маги знали, что со смертью их путь не заканчивается. Души многих высокоранговых магов отправлялись в астральное пространство и ждали своей реинкарнации. Жертва души являлась тайной техникой, которая уничтожала душу, но взамен временно придавала магу огромную силу, пока сжигалась их душа. В общем, она уничтожила свою последнюю надежду. Выражение на лице Тором говорило лишь о том, какую огромную ненависть она испытывала к клану Урабарас. Странная аура разошлась по всей области, за время пока горело кроваво-красное пламя. На лбу Тором появилась красная жемчужина, а взорвавшись во все стороны полетела кровь. Именно в этот момент перед ней возник темно-черный смертельный луч. Столкновение. Пространство содрогнулось. Казалось, что после него совсем ничего не произошло. Лилин немного испугался, а выражение его лица изменилось. Он понял, что-то пошло не так и поэтому начал отступать. Со звуком разбитого стекла, в месте, где столкнулись кроваво-красная жемчужина и смертельный луч. Появилась черная дыра, которая начала засасывать все ближайшие объекты. В одно мгновение исказился даже окружающий воздух. Но после искажения воздуха произошло страшное извержение. Бум! Большое грибное облако поднялось в небо. Сильные энергетические волны устремились по земле во все стороны и уничтожали все. Таманси, все время наблюдающий снаружи крепости, мгновенно был поглощен этой энергетической волной, но даже не успел ничего крикнуть. После взрыва небо само собой начало раскалываться. Все, что соприкасалось с пространственными трещинами, начинало исчезать. В этом момент дрожала как земля, так и небо. Только спустя около 10 минут оставшиеся колебания от взрыва прекратились. Бум! В момент появления Лилина, внутри пустоты возник свет. Сейчас состояние Лилина не казалось хорошим. Даже его затронули последствия того ужасающего столкновения, а он отделался далеко не легкими ранениями. А что касается его врага Тором, оказавшись в эпицентре взрыва, ее тело попросту разорвало на куски. Не говоря о жертве души, только благодаря последствиям и ранениям от секретной техники, позволившей ей на шаг вступить в кристальную стадию. Даже если бы она не прибегала к сжиганию души, она бы все равно не выжила. Какая жалость! Хотя Лилина вздохнул, на его лице не имелось и следа сожаления. Он уже выполнил свою задачу. Несмотря на последний взрыв, все остальное находилось под его контролем. Он присел на землю на камень, покрытый сажей, и прокричал «Таманси, выходи! Господин, какие у вас будут указания?» Почва разошлась в стороны, а из-под нее вылез Таманси. Во время взрыва, благодаря удаче и его магическим способностям, ему удалось сохранить свою жизнь. Однако, он все равно пострадал от тяжелых травм. С точки зрения Лилина, Таманси оказался в ужасном состоянии. Его одежда превратилась в лохмотья, а кожа обожжена. Напиши отчет о том, что здесь случилось и отправь его в штаб-квартиру. «У меня все еще имеются дела, требующие моего личного участия, поэтому я не вернусь в штаб-квартиру», — приказал Лилин. «Поскольку они выполнили свою задачу, то им понадобится еще одна группа людей для проверки. Как пожелаете, господин». «Поскольку Таманси был разведчиком, то такие вопросы в основном и решались им, к тому же, что нам делать с той девушкой. Об этой мелюзге отправь на нее ордер». Лилин немного подумал об ученице Тором, но не придал ей слишком много внимания. Ей потребуется около 500 лет, чтобы предоставить хоть какую-либо угрозу для его нынешнего могущества. Излишне говорить, что спустя столько лет Лилин достигнет другого высшего уровня. Он не мог сказать точно, сможет ли она дожить до этого момента или же нет. Ладно, тогда, несмотря на то, что Таманси хотел найти Лилину прибежище, он действительно начал дрожать, когда говорил с Лилином лицом к лицу, но не мог ничего вымолвить. В настоящее время, после убийства Тором, Аура Лилина стала чрезвычайно страшной. Даже обычный маг-3 ранга будет некомфортно себя чувствовать в его присутствии. Более того, несмотря на тот факт, что его травмы не оказались серьезными, они все равно вызывали у него проблемы. Ему стоило восстановиться от них как можно быстрее. Я оставлю остальное тебе, чтобы ты связал концы с концами. Лилин отдал ему последнее указание и исчез в воздухе, оставив мрачного и печального Таманси в одиночестве. Глава 452. Лазурная гора и старый знакомый город Лазурной горы располагался рядом с горной цепью Андиус, который являлся родовой территорией клана Акхарт. Горные цепи Андиус были богаты природными материалами, благодаря которым в городе Лазурной горы произвели сплав высшего качества. Обладать им желало множество магов на всем континенте. Фактически, Лилин уже однажды посещал эти места, получая материалы для своей собственной магической башни. Благодаря отличным методам плавки, в сочетании с богатым количеством природных ресурсов, клана Акхарт превосходно контролировал большинство аукционов и накопил просто невообразимое состояние. Первоначально имя прародителя клана Акхарт выпадало из общественного сознания, но о его титуле знали многие. Он стал мощным и ярким королем Лазурной горы. Прародителем клана Акхарт в действительности являлся известный король Лазурной горы, а также могущественный маг утренней звезды. Пугающая природа этого мага утренней звезды служила предупреждением другим магам с недобрыми намерениями, которые желали заплести какие-либо интриги внутри клана Акхарт. И сейчас настало время для проведения крупномасштабного аукциона, проводимого раз в 10 лет. Поскольку местом проведения аукциона являлся город Лазурной горы, все места уже были заполнены до краев. Из-за этого события, билеты на дирижабли резко возросли. Однако цена на билеты не сдерживала потоки людей, а маги отовсюду продолжали наполнять город. Некоторые из них являлись сильными и хорошо известными. Другие же маскировали себя и сохраняли анонимность. Независимо от их различных способностей, все присутствующие маги обычно являлись хорошо дисциплинированными, чтобы поддержать и позаботиться о себе. В конце концов, они бы многое потеряли бы, если аукцион не пройдет гладко. Фактически, они рисковали потерять много ценных материалов, необходимых им для разборок со своими врагами, а также материалов, которые обычно трудно получить, пользуясь обычными средствами. С приближением аукциона на уровень преступности в соседних районах также увеличивался. Многие беглые маги, находящиеся в списке розыска, неожиданно повыходили из подполья и с радостью грабили многих людей. Но до тех пор, пока их не ловили с поличным, клана Акхарт, как главный организатор аукциона, особо не заботился о подобных проблемах. В противном случае спокойный город Лазурной горы внезапно превратился бы в место крупного хаоса. Небольшая группа магов проталкивала свои планы за кулисами. Таким образом, даже под внимательным взором мага «Утренней звезды», клану пришлось столкнуться с нарастающим количеством инцидентов, препятствующим их продвижению вперед. Такой шумный город. Лилин сидел у окна в гостинице. Через окно просматривалось несколько магазинов, а Лилин смотрел и наблюдал толпу людей, безостановочно снующих туда-сюда. Перед ним на столе стояли стаканы с соком, а также несколько свежеиспеченных типов печенья из закусок. Он прибыл в город Лазурной горы три дня назад. Его травмы от битвы с Тором уже почти исцелились благодаря его зельям. Поскольку он рано прибыл в город, то смог найти себе жилье в гостинице города в отличие от других магов, которые изо всех сил пытались найти в городе комнату для проживания, и которым приходилось вступать в конфликты с другими магами. Лилин чесал подбородок, продолжая наблюдать за суетливой ситуацией снаружи. Многие из обычных людей носили серые одежды. Среди толпы он видел множество магов, а также несколько представителей других рас. На центральном континенте люди также являлись не единственной разумной расой. Многие люди смешивались друг с другом, производя потомство различных родословных. Лилин лично встречал нескольких таких на улице и видел их странные характеристики. Также среди толпы по улице патрулировали рыцари. Многие из этих рыцарей носили шипастую броню. Под руководством рыцарей и послушников, патрули постоянно прочесывали все углы города. Хотя их способности и оставались незначительными в глазах магов, того факта, что на своих доспехах они носили символ клана Акхард хватало, чтобы сдерживать многих магов. Это он. В этот момент раздался крик от человека неподалеку от Лилина. Он уселся за пределами гостиницы. Лилин обнаружил, что ему знаком тон этого голоса. Улыбнувшись, он вышел из гостиницы. В этот момент молодая пара посетила в гостиницу, а молодая женщина встретилась взглядом с Лилином и была ошеломлена. Ау, прошло довольно много времени, Налан и Джессия. Лилин заметил, что Джессия теперь приняла облик молодой женщины, а не девушки и добавил, кроме того, ты успешно вышла замуж. Эта пара из семьи Ролит вызывала глубокое впечатление у Лилина, особенно дерзкая молодая девушка. Лей, господин Лилин. Сердце Налана сжалось. Он слышал о восхитительных угощениях, которыми угощали посетителей в этой гостинице, поэтому привел сюда свою жену. Он не ожидал, что столкнется здесь с Лилином. Колени Налана дрожали, когда он вспоминал, какой урок получил от мага три ранга в прошлом. Что касается Джессии, она выглядела, будто сильно полагалась на Налана и крепко схватилась за него. Лилин не мог не ощутить ненависть в ее взгляде, когда она смотрела на него. Такое отношение сильно удивило его. Такая ненависть просто от того, что я не спас тебя, хотя у меня и была возможность. Гладил свой подбородок Лилин. В этом мире все время происходили совпадения. Слово или действие могли приводить к глубокой ненависти к кому-либо. Он не ожидал, что с ним случится что-то подобное. Вы оба выглядите как счастливая пара, хотя это и вызывает некоторую тревогу в моем сердце. Лилин сейчас испытывал сильное удивление и предложил им присесть. Мы посидим вместе. Здесь хорошо кормит. Я нашел подобное место после долгих поисков. Нет необходимости. Мы не хотим навязываться к вам, господин. Налан вежливо поклонился и схватил Джессию за руку, поспешив уйти из гостиницы. Обед с Лилином. Налан сейчас ощущал огромное давление. Фактически, аура, которую он почувствовал в этот раз, стала более сильной, чем во время их прошлой последней встречи. Он, конечно же, не хотел снова пересекаться с Лилином. Что ты делаешь? В гневе выпалила Джессия, когда они с Наланом пересекли несколько улиц. Он всего лишь маг-три ранга, так в чем дело? Твой дедушка тоже знаменитый маг-три ранга на водной стадии. Кроме того, если на этот раз мы сможем собрать достаточное количество материалов, то он сможет достичь кристальной стадии. Джессия с недовольством надула губы и с негодованием сверлила Налана взглядом. После свадьбы Налан хорошо относился к Джессии, а она постепенно приняла свою судьбу. Однако ее ненависть к Лилину после их последней встречи не утихла. Она ненавидела Лилина за то, что он нарушил ей планы и как он отнесся к ней с самого начала и до конца. Он ни разу не отнесся к ней как благородный дворянин или джентльмен. В конце концов он маг-три ранга. Даже если он и не достиг паровой стадии, мы не можем позволять себе обижать его. Более того, его поддерживает клан Урабарас. Горько улыбнулся Налан. К сожалению, он не слышал о последних новостях. Он не знал какое положение и какими способностями обладает Лилин в клане Урабарас. К тому же, все время до этого Лилин сдерживался. Мне все равно, ты должен отомстить за меня. Джессика с недовольством ткнула Налана пальцем. Ладно, ладно, ладно. Налан успокоил ее словесным обещанием. Однако всем сердцем он не собирался проявлять никаких намерений в сторону Лилина. Конечно же, он не мог сказать об этом вслух. В противном случае, зная Джессию, она не будет ночью заниматься с ним любовью, а он конечно же боялся этого. Хаймыф. Лилин, поскольку ты здесь, ты определенно не пропустишь аукцион. Мы точно увидимся. Ее планы и интриги отражались в ее горящих огнем глазах. Внутри гостиницы Лилин сидел в задумчивости, наблюдая за исчезновением Налана и Джессии. Он понимал из-за чего она ненавидит его, и она до сих пор не отказалась от своих намерений. Единственная разница заключалась в том, как она скрывала свои чувства. В прошлом Лилин мог с легкостью раздавить таких личностей, но он не сделал этого тогда. Помимо его опасения о том, чтобы обидеть кого-то, у кого за спиной стояла могущественная семья, имелась и другая причина. Когда пара покинула гостиницу, Лилин вернулся к себе и сел на кровать. В его ладони появилась маленькая золотая монета. Он поигрался с ней. Я ощущаю, что на этот раз они могут помочь мне в моих планах. Ухмыльнулся Лилин, когда положил монету судьбы обратно в карман, а его глаза при этом замерцали темно-черным светом. Реку судьбы никто не мог понять. Она будет постоянно дрейфовать без какого-либо отдыха. Однако в некоторых местах время от времени посреди нее пересекались особые детали, но вот именно их могли ощущать некоторые маги. Раньше подобное случалось с Лилином. Он, пользуясь монетой судьбы, ощущал, что имеются некоторые нерешенные вопросы. В ближайшем будущем он знал, что вновь пересечется с этой парочкой. В этот раз они добровольно предоставят ему важный предмет. Такое соприкосновение, казалось, являлось точкой слияния их судеб. Хозяин, счет пожалуй 100. Лилин улыбнулся и встал. Хозяин выскочил из застойки и шагнул к нему. Аукцион Лазурной горы проводился в центре города Лазурной горы. Место оказалось обширным и окружалось кланом Акхарт. Стоя в центре города можно было увидеть высоченную и величественную магическую башню, излучающую ужасающую энергию. Казалось, будто она может неизвестным способом просматривать все окружающее небо. Эта магическая башня, построенная магом утренней звезды, и являлась текущей целью Лилина. В ней же и заключался символ клана Акхарт, а также гарантия ее влияния. Когда он сделал шаг внутрь зала аукциона, служанка в форменной одежде поспешно подошла к нему и тепло поприветствовала его. «Добро пожаловать, чем я могу вам помочь. Я желаю продать некоторые предметы на аукционе». В настоящее время Лилин изменил свой облик. Он изменил черты своего лица и надел капюшон на голову. Он также добавил еще один наружный слой хлопка, чтобы скрыть свое лицо. К счастью, в этот момент в городе Лазурной горы находилось бесчисленное количество магов, одетых точно так же как и Лилин, поэтому служанка не сильно удивилась. Глава 453. Аукционный дом из Сирена, после подтверждения нашими оценщиками, на аукционе могут быть проданы все предметы стоимостью свыше 100 тысяч магических кристаллов. «Могу ли я узнать, вам требуются услуги наших оценщиков?» — рефлекторно спросила служанка. Очевидно, что она ни раз и ни два произносила подобные фразы. «Приведи меня к нему», — ласково ответил Лилин. Он последовал за служанкой и подошел к нескольким кабинетам. Когда он проходил мимо, то ощутил как скрытое заклинание под землей, так и руны на стенах. Безопасность в этом месте поддерживалась на более жестком уровне, чем снаружи, несмотря на тот факт, что эти кабинеты охранял маг-3 ранга. Они подошли к комнате, в которой находилась стойка регистрации, а служанка почтительно пригласила Лилина занять место. «Господин, пожалуйста, подождите, я позову оценщика, чтобы помочь вам». «Хорошо», — кивнул Лилин, наблюдал за исчезающей спиной служанки. Вскоре дверь открылась. Внутрь вошел пожилой мужчина с копной белых серебристых волос. «Уважаемый гость, я оценщик 2 уровня, Норта». Поклонился старик. «Здравствуйте», — слегка улыбнулся в ответ Лилин. Он указал на сидение перед собой и пригласил оценщика сесть. На центральном континенте оценщики имели уровни. Этот оценщик 2 уровня, также был и магом 2 ранга, но к нему по-прежнему так уважительно относились. Такой редко где можно встретить. Кроме того, его руки покрывались всевозможными шрамами, поэтому казалось, что за его спиной скрывался огромный опыт. Когда Норта сел, он с удивлением посмотрел на Лилина. Сейчас, когда настало время аукциона, его не удивляло, что начали появляться клиенты. Однако, судя по ощущаемому запаху и внешности, по своему опыту он мог сказать, что маг перед ним был молод. Тем не менее, его тело окружал густой туман, сквозь который даже он не мог ничего разглядеть. Он не мог точно сказать, имелось ли у этого клиента что-либо уникальное, что невозможно достать обычными способами. Оценщик погладил кольцо на руке, поскольку не мог подавить легкое предвкушение, мелькнувшее в его сердце. «Я мастер зельеварения и подумываю о продаже нескольких зелий», прямо произнес Лилин. Конечно же, с собой у него имелось и множество других предметов, чья ценность сильно превышала таковую у зелий, но он хотел сохранить их для частного обмена на тайном собрании после аукциона. Сейчас на аукционе он мог продать только эти зелья. С его талантом к зельеварению, за последние сто лет Лилин сумел собрать большое количество зелий. Не ожидал, что встречу другого мастера зельеварения загорелись глаза норты. Независимо от места, мастера зельеварения и алхимики всегда пользовались предпочтительным отношением. После некоторых раздумий норта начал рассказывать ему о некоторых вопросах, которые ему стоило принять к сведению, тем не менее, сперва я бы хотел рассказать вам о правилах аукциона. На нашем аукционе продаются только зелья высшего качества. Если предлагаемые вами зелья среднего или низшего качества, то не беспокойтесь, я знаю об этом. Лилин улыбнулся, протянул руку и провел ее по столу. Засияло серебряное свечение и спустя мгновение стол ломился от всевозможных бутылок с различными зельями. Так-так много. Глаза норты тут же расширились от удивления. Затем он полностью потерял свое спокойствие, когда узнал некоторые из зелий, и все они высшего качества. Ха-ха, наблюдая за выражением старика, Лилин слегка хихикнул. Фактически, он выставил лишь небольшую часть зелий, накопленных им за последние столетия, но и этого количества хватило, чтобы ошеломить старика. Это все, что я накопил за всю жизнь. Лилин с гордостью рассмеялся, но все равно вздохнул. Господин, да вы же грандмастер зельеварения. Воскликнул норта слегка дрожавшим голосом. Грандмастерам зельеварения всегда уделялось пристальное внимание со стороны сильных организаций. Таких мастеров сильно не хватало на центральном континенте. Это ясно прослеживалось хотя бы из того факта, что среди клана Урабарас, который обладал тремя магами утренней звезды, таких мастеров насчитывалось не более пяти. Это это же, капли холодного пота стекали по лбу норты, когда он со смущением смотрел на зелье. Мои извинения, уважаемый гость, я не могу осуществить оценку, пожалуйста подождите немного. Даже если он и находился посреди аукционного дома города Лазурной горы, обычный оценщик вроде норты не мог правильно оценить стоимость зелий такого грандмастера зельеварения. «Тогда надеюсь, что вы поспешите», произнес Лилин с невыразительным лицом, скрывая свое недовольство. «Да господин». Перед лицом этого неизвестного грандмастера зелий, Нортон не смел тратить его время и поспешно ушел. «Похоже, что личность грандмастера зельеварения очень полезна на центральном континенте», улыбнулся Лилин, поглаживая свой подбородок. На этот раз ему не пришлось долго ждать. Спустя минуту после ухода старика, послышался стук и последовал мелодичный голос. «Уважаемый гость, могу я войти? Пожалуйста». Лилин улыбнулся и вскоре увидел, как старик почтительно открывает дверь и приглашает молодую леди западной внешности. «Позвольте представиться. Меня зовут Сирина Акхарт. Все административные вопросы аукционного дома Лазурной горы, а также дела господина будут полностью проводиться мной. Эта красивая девушка по имени Сирина походила на спелый персик. Ни одна часть ее тела не отдавала соблазнительным шармом. Кроме того, ее фамилия немного удивила Лилина. И не только это. Хотя она использовала технику, чтобы скрыть свою ауру, и Чип смог обнаружить, что она в действительности уже обладала могуществом мага три ранга. Скрип. Норта поклонился и закрыл за собой дверь. «Господин, как я могу обращаться к вам?» Сирина смотрела на лицо Лилина, скрытой хлопковой тканью. Ее была любопытна личность и аура человека перед ней. «Простого кровавого разбойника будет достаточно». Лилин нескромно воспользовался одним из своих старых имен. «Хихелорд Кровавый разбойник, как вы собираетесь продавать эти зелья?» Сирина качнула своей стройной талией и, взмахнув рукой, поинтересовалась у Лилина. Каждое ее движение было вежливым и учтивым, которые еще больше возбуждали горячие желания людей. «Эта женщина та еще соблазнительница, но еще и сильно похожа на Сирину из сумеречной зоны». Вздыхал Лилин в своем сердце, но спокойно спросил «Расскажите о ваших планах». Брови Сирины нахмурились, но она вскоре расслабилась, поскольку вы заинтересованы, то сперва я расскажу о правилах нашего аукциона. Для обычных клиентов у нас имеется два метода продажи. Во-первых, Сирина протянула Лилину безупречный белый нефрит. Эти зелья можно продать здесь, но независимо от цены, наш аукционный дом часть заберет себя в качестве комиссии. Конечно же, если аукцион не удастся, то вам придется заплатить нам залог. Во-вторых, наш аукционный дом может просто напрямую выкупить эти зелья у вас. Цена разумная и будет соответствовать рыночной. Но что мы будем делать с ними позже, уже не должно вас беспокоить. Если вам срочно нужны магические кристаллы, вы можете воспользоваться этим методом. Лилин кивнул. Второй метод, несомненно, придуман для тех магов, которые планировали накопить большое количество средств для участия в торгах за определенный предмет. Единственное но, аукционный дом, несомненно, будет выкупать предметы ниже рыночной цены. К сожалению, другая сторона была готова покупать зелья по рыночной цене не только из-за редкости зелий, но и из-за их интереса к личности грандмастера зельеварения. Я, конечно, надеюсь, что смогу как можно скорее избавиться от этих предметов, чтобы получить магические кристаллы для участия в аукционе. Раз уж вы так искренны, то, конечно, я готов обменяться по второму методу, произнес Лилин. Хотя он бы выручил намного больше, продавая зелья на аукционе. Очевидно, что он бы смог получить выгоду, только по окончанию аукциона. Этого он не хотел. Прекрасно. Приобретение такого большого количества зелий высшего качества будет очень полезным для моих записей о продажах. Спасибо, господин. Усмехнулась Сирена, словно не смогла разглядеть, сколько драгоценных зелий стояло на столе перед ней. Я оцениваю, что общая стоимость представленных зелий составляет около 98 миллионов магических кристаллов. Господин, у вас имеются возражения? Цена, озвученная Сиреной, слегка ошеломила Лилина. Однако, его шок не продлился долго. Он находился на территории клана Акхарт, а зелья уже давно стояли на столе. Их с легкостью могли оценить, благодаря методам аукционных домов. Неудивительно, что она не очень внимательно осмотрела содержимое стола, когда вошла к Лилину. Разумная цена, кивнул Лилин. Конечно же, он заранее оценил стоимость всех своих предметов. И озвученная ею цена основывалась на текущей рыночной стоимости и даже слегка превышала ее. Обычно клиенты сразу приобретают VIP-статус, если их вклад составляет свыше 50 миллионов магических кристаллов в нашем аукционном доме Лазурной горы. Но мы редко встречаем таких людей, как вы, которые получают подобный статус сразу после первой сделки. Сирена улыбалась, а ее голубые глаза сияли очаровательным сиянием. Казалось, будто она хотела прорваться сквозь завесу и увидеть настоящее лицо Лилина. Она хлопнула в ладоши, а через мгновение в комнату зашел слуга с подносом в руках. На красной ткани лежала фиолетово-золотая карточка, а также черный мешочек. Это оплата и VIP-сертификат. Пожалуйста, подтвердите его и примите. Когда ситуация обернулась деловой, Сирена вернула себе серьезное выражение. Без всякой вежливости, Лилин подошел и проверил предметы на подносе, а особенно количество магических кристаллов. С помощью ИИ-чипа он проверял их частоту и количество, прежде чем кивнуть и подтвердить, что все соответствует действительности. Когда они закончили, Лилин сразу не ушел. Сирена сопроводила его по коридору с довольной улыбкой на лице. Двое ходили вокруг кустов, прежде чем Лилин нарушил молчаливую атмосферу. Вообще-то у меня есть еще два вопроса, требующие вашей помощи. Глава 454. Начало аукциона, что нужно господину. Просияла Сирена. Грандмастера Зельеварения встречались крайне редко, и аукционный дом Лазурной горы не пожалеет сил, чтобы соблазнить Лилина. Если у такого мастера будут какие-либо просьбы, то они могли с легкостью помочь ему. На центральном континенте существовало мало вещей, которые не мог осуществить маг утренней звезды. Причина, по которой я посетил аукционный дом Лазурной горы, заключается в желании заполучить ценные материалы. Мои источники уверяют, что подобные материалы будут продаваться здесь. Не торопясь, произнес Лилин. Господин пытается узнать о личность продавца до начала торгов. С недоумением спросила Сирена, что за материал. Если речь идет о редком материале, то наш аукционный дом не может принимать подобных решений. Лилин рассмеялся и прошептал на ухо Сирене несколько слов. Вам действительно требуется. Глаза Сирены расширились, но она тут же улыбнулась. Эти материалы очень трудно найти. Даже мой дедушка не продаст их. Я не буду скрывать от вас. Ранее несколько групп людей приходили ко мне, желая заполучить подобную информацию, но мы не раскрыли никаких сведений, потому что высокопоставленные мастера уже заметили их в списке выставляемых товаров на аукционе. Понятно, ответил слегка разочарован Лилин. По всей видимости, астральный камень на самом деле был очень ценным. Если же он появится на аукционе, то вызовет сильный ажиотаж. Раз Сирена назвала их мастерами, то те люди, должно быть, являлись магами утренней звезды. Другой возможности просто не существовало. В то же время Сирена также с изумлением смотрела на Лилина. Исследования и эксперименты с астральными вратами могли проводиться только магами не ниже уровня магов утренней звезды. Даже предварительные исследования имели строгие требования, чтобы маг как минимум должен обладать силой водной стадии три ранга и иметь собственную магическую башню. Похоже, что клиент перед ней обладал большой силой. Давайте отложим это дело и поговорим о другом. Меня интересует частное собрание после аукциона. Каковы требования для входа? Небрежно спросил Лилин. Собрание? Сирена безмятежно вздохнула с облегчением. Она имела полномочия ответить на этот вопрос. Если бы у нее не имелось такой власти, то она не смогла бы удовлетворить ни один из запросов Лилина, что приравнялось бы тому, что она попросту наступила ему на ноги. Частное собрание будет проводиться в течение три дней после закрытия аукциона. Мы объявим об этом позже. Что касается требований, то вы уже являетесь вип-клиентом и участником аукциона Лазурной горы, а поэтому полностью удовлетворяете требованиям для участия в частном собрании. Я пришлю кого-нибудь с сообщением о дате и времени начала. Отлично. Несмотря на кокетливые приглашения от Сирены, призывающих его остаться подольше, Лилин все же встал и покинул аукционный дом. Даже несмотря на то, что Лилин отверг ее, Сирена не ощущала ни капли гнева. Она улыбалась, когда Лилин выходил из комнаты, а затем вышла и сама. «Как все прошло?» «Ты узнала его?» «В офисном квартале», — спросил у Сирены мужчина с золотистыми волосами и длинной тростью. Казалось, что он знал о сделке между Сиреной и Лилином. «Нет, он очень осторожен», — сердито улыбнулась Сирена. «Я просмотрела всю информацию об известных в окрестностях грандмастерах, но ни один не подходит под его описание. Он из другого региона?» Несмотря на то, что аукцион лазур на горы имел хорошую репутацию, они привлекали только магов ниже области утренней звезды. Более того, в списках присутствовали только маги из близлежащих регионов. Возможно, он обладает большим опытом и его нужно завербовать. В конце концов, мы можем привлечь его к замышляемому нами делу, но он также может соответствовать требованиям дедушки. Мужчина говорил спокойным голосом, но после его слов глаза Сирены загорелись, ты имеешь в виду. С растущим ожиданием и множеством заговоров. Время медленно шло, и вот наступил день начала аукциона. Сейчас в городе Лазурной горы проходил праздник. Жители не только носили яркие фонари, но и запускали фейерверки на оживленных улицах. Маги нередко совершали подпольные сделки и обменивались информацией. И клана Акхарт разослал множество элитных подразделений, чтобы поддерживать порядок в городе. Судя по всему, этот праздник проводится для нас, магов, которые еще не достигли области утренней звезды. Лейлин пробрался в толпу и периодически поглядывал из стороны в сторону. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok